Включите режим регистрации. Включите режим регистрации. Включите режим регистрации. И с учетом того, что административное законодательство по конституции это совместное видение, мы чуть-чуть позже рассматриваем вот эти поправки, связанные с административной ответственностью иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и учрежденного им российского юридического лица, выполняющего соответствующие функции иностранного агента. Речь идет о поправках, как я уже сказал, в Коап. Здесь предлагается соответствующий штраф за нарушение базового закона. И просто хочу сказать, что административный штраф здесь будет касаться для граждан 50 тысяч рублей, для должностных лиц 100 тысяч рублей и для юридических лиц до 1 миллиона рублей. Также речь идет в этом законе, если грубо нарушено законодательство, здесь также есть соответствующие статьи, есть нормы и есть примечания, что это такое грубое нарушение и так далее. Что касается поправок ко второму чтению, я думаю, что мы, конечно же, будем ориентироваться еще на один закон, который сегодня находится на рассмотрении в Государственной Думе. И он называется «Внесение изменений в закон Российской Федерации о средствах массовой информации, закон об информации и информационных технологиях». Он принят в первом чтении. И я думаю, что мы с комитетом по СМИ синхронизируем принятие его во втором и третьем чтении и, соответственно, установим единый срок для введения в действие. Поэтому ко второму чтению, конечно, эти поправки будут сюда внесены. А так, еще раз хочу сказать, что базовый закон есть, который устанавливает права и обязанность данной законопроекта, устанавливает ответственность для того, чтобы эти вопросы не провисали в воздухе, а чтобы была реакция государства в случае негативной деятельности конкретных указанных в законе лиц. Спасибо большое. Спасибо, Павел Владимирович. Вопросы есть? Включите режим записи на вопросы. Покажите список. Шейн Олег Васильевич. Павел Владимирович, вопрос не столько по санкциям, сколько по существу. Ну, поскольку закон находится в ткани всего нашего права, касающегося странных агентов. Вот иностранные СМИ, выполняющие роль иностранного агента. Поясните, пожалуйста, кто это такие? Скажем, Гардиан, Сейнен, Нью-Йорк Таймс. Они подпадают под это понятие или как? Ну, а это как раз речь идет совсем не об этом законе. Сама процедура, как мы знаем, была установлена в том законе, я могу его полностью назвать. Федеральный закон от 25 ноября 2017 года номер 327 ФЗ о внесении изменений в статьи 10.4 и 15.3 Федерального закона об информации, информационных технологиях и защите информации. И статью 6 о средствах массовой информации и так далее. В общем, этот закон мы с вами достаточно подробно обсуждали. Это не предмет данного закона. Мы не рассматриваем процедуру. В том законе было рассмотрено, кто, как, в каких случаях Министерство юстиции это делает, в каких случаях применяется закон о некоммерческих организациях. Это все предмет того закона. Наша задача здесь установить административную ответственность в тех случаях, когда закон нарушается. Спасибо. Ольшевских, Андрей Геннадьевич. Спасибо. Павел Владимирович, я помню, мы этот закон по СМИ и инагентам принимали в ответ того закона, который был принят в Соединенных Штатах. Сейчас мы прописываем ответственность. Скажите, пожалуйста, в ходе подготовки и рассмотрения, вы не изучали опыт Соединенных Штатов на предмет того, какая там ответственность предусмотрена за работу инагентцев, где попадают, в том числе и наши СМИ? Может быть, раз мы говорили, что этот закон симметричен, может быть, посмотреть опыт и размеры штрафов точно так же сделать симметрично? Ну, вопрос понятен. Надо смотреть симметричность не только текста закона и ответной реакции, но также надо смотреть ситуацию внутри конкретной страны, внутри тех рамок, которые существуют в конкретном законе, в частности, в Кодексе административных правонарушениях. И, соответственно, если мы начнем здесь еще и в долларах определять эту ответственность, я думаю, ничего хорошего не будет. И внутри симметричность и системность должна быть, в том числе, внутри самих законодательных актов, в том числе, в Кодексе, пускай даже это КОАП. Спасибо. Спасибо. Коломейцев Николай Васильевич. Павел Владимирович, вот когда шум был об иностранных агентах, мы с коллегами на подходе спросили, поднимите руку, кто относится к категории иностранных агентов. Сколько, вы думаете, подняли рук? Ни одного. Поэтому я повторяю вопрос Андрея Геннадьевича. Вы поймите, у нас то, что предприняли в отношении Russia Today, спутник, оно явилось чувствительным. Сначала заставили зарегистрироваться иностранным агентам, а потом за нарушение очень серьезные штрафы. Вы все-таки ответьте, каковы штрафы в США по отношению к нашим, и что предполагаем мы в отношении кого? Потому что в Думе нет иностранных агентов, они сюда не ходят. Спасибо. Спасибо. Знаете, я вспоминаю, когда здесь Виктор Степанович Черновырдин выступал, и когда после выступления все стали говорить, что мы живем хуже, туда-сюда, и Виктор Степанович сказал, поднимите руку, кто стал жить хуже. И тогда только наш коллега Шандыбин один поднял руку, как вы помните. Вот, поэтому такие призывы узнать социологию с помощью поднятия рук или других частей тела, я думаю, они, в общем-то, вряд ли что-то вам дадут. Что касается штрафов, то там, безусловно, это касается тысяч и десятков тысяч долларов. Здесь мы на комитете обсуждали, обсуждали вот-вот-вот. Точно такую же предложили сделать, но только в рублях. Я считаю, что все-таки мы живем в российском государстве, и давайте мы на сегодняшний день вообще никакой ответственности нет. То, что в первом чтении мы предлагаем, как раз это установление ответственности за нарушение тех законов. Если ко второму чтению, Владимир Владимирович, вы предложите какие-то другие суммы, мы давайте с вами будем это... Штрафы вы можете предложить, повысить или понизить. Мы будем обязаны рассматривать. Если вы не имеете права, ну тогда вам не разрешили, пожалуйста, не подавайте. Спасибо. Куриный Алексей Владимирович. Спасибо, Владимир Владимирович. Какой вопрос. Физические лица, которые по предыдущему законопроекту, принятому вот у нас несколько заседаний назад, будут признаваться иностранным и СМИ, они тоже будут штрафоваться по этому законопроекту? И какова доля ответственности? И второй момент. Если иностранное средство массовой информации, признанное иностранным агентом, не зарегистрировало российского юридического лица своего, как его штрафовать? Или вопрос будет только в блокировке? Что касается ответственности, я тогда еще раз повторю, для граждан в размере 50 тысяч рублей. В первом чтении то, что предлагается для граждан. Для должностных лиц до 100 тысяч рублей. Если Николай Васильевич предложит, будет, видимо, больше. Если Дума согласится. Для юридических лиц одного миллиона рублей. Вот это я подчеркиваю. Теперь, что касается вот этих иностранных СМИ, которые выполняют функции, это отдельно. Те, которые учредили другие юридические лица, это тоже субъект. Это и тот, и тот может быть субъектом ответственности. Если они другие какие-то создают, ну надо вот как раз рассматривать, и в случае признания и несоблюдения закона будет соответствующая ответственность, которая предлагается устанавливаться. Спасибо. Спасибо, Павел Владимирович. Присаживайтесь. Если желающий выступить, есть включите режим записи на выступление. Покажите список. Коломейцев Николай Васильевич. Сместо. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, какая-то у нас симметричность асимметричная. Мы сначала громко кричим, что мы отту их сейчас привлечем, закроем. Потом, когда до дела доходит, мы, получается, что как бы из пушки стрельнули по воробьям и промахнулись. Поэтому, с нашей точки зрения, если мы говорим о симметричности, то мы должны изучить опыт и действовать строго, симметрично по отношению к нашим партнерам, которые, в принципе, ущемляют интересы наших изданий, наших журналистов. А в данной ситуации мы меры принимаем, и даже если захотим. Ну, что такое для иностранца 50 тысяч, ну, меньше тысячи долларов. Это вообще не штраф. Если бы они получали, как наши журналисты, то да-да. А учитывая, что у них-то зарплата идет по их местным тарифам, еще и командировочные платят, мы глубоко убеждены, что надо, вообще-то, принимать меры симметричные и адекватные, и призывающие хотя бы на деле, ну, уважать и наше информационное пространство, наши законы, и чувствовать это на деле. Поэтому, ну, мы поддержим, чтобы уж совсем не было, но мы считаем, что это все-таки второе чтение, когда суммы штрафов определяются, это уже изменение суммы штрафа, заложенного в концепции, она не может быть во втором чтении. Вот кивает даже мой сосед Вячеслав Иванович, а он в этом деле большой дока. Спасибо. Спасибо. Иванов Сергей Владимирович. Уважаемые коллеги, добрый день. Вообще, когда коллега Коломийцев провоцирует представителя комитета «назовите, сколько там в долларах», он забывает, опять же, норму регламента. Мы здесь в долларах ничего упоминать не должны. Это первое. Говорил. Во-вторых, Николай Васильевич, а что вы вообще спрашиваете? Кого мы штрафовать-то собрались? Кто призван нас СМИ иностранным агентом? Радио Свобода, которое неизвестно где находится, Крым реалии, Кавказ реалии, Башки, Башкортостан реалии. То есть неизвестно, откуда и существующие ли вообще организации. Что толку их штрафовать? Вы попробуйте, защите с них эти деньги. И потом, какие претензии к Крашениннику? Закон о проект ввесен клишесом. К Крашенинников, Павел Владимирович, присоединился, чтобы было кому в Госдуме этот закон о проект продвигать. И правда, эта тема абсолютно не о том, адекватна эта мера или неадекватна. Мы вообще, помните, в первом чтении были не совсем за то, чтобы принимать подобные меры. Мы сегодня с вами обсуждали, что с чего начали. В Молдавии запрещают наши программы. Нарушается свобода людей на получение информации. Ни конституционно, ни красиво, ни хорошо. Мы их осудили. Здесь мы что хотим? Точно так же поступать, что ли? Давайте лучше сделаем, чтобы они, не знаю, в суде отвечали за то, что они какую-то клеветническую информацию про нас пишут. Бога ради, пожалуйста. А это просто-напросто ответная мера, которая действительно может даже и не сработать. Но по закону принять ее мы обязаны. Но я другому коллеге хочу сказать, что подобные мероприятия, они нас вообще абсолютно не красят. Я уже говорил, что при назначении СМИ иноагентов, но вот сегодня Жириновский, Владимир Владимирович, выступал, когда был этот фильм «Несчастный». Не надо упоминать запретный плод сладок. И когда на этом средстве массовой информации будет стоять лейбл о том, что это СМИ иноагент, то наверняка многие будут специально смотреть, потому что у нас, к сожалению, никаких независимых средств массовой информации уже вообще не осталось. И получается, как я уже говорил, додавал вопросы Толстому, когда он докладывал законопроект, что профессор Преображенский, не читайте до обеда советских газет, то бишь российских. А других-то у нас вообще не осталось. У нас вся пресса полностью подчинена государству. Независимо СМИ не осталось. Получить информацию невозможно. И поэтому у нас с большой популярностью пользуются альтернативные СМИ, в виде там, что у нас каждый день на канале «Культура» идет, «Евроньюз». Вот там люди сидят, смотрят информацию. Два соперничных средства. У нас «224» и «Евроньюз». Вот мы не хотим этого понять, коллеги. Я говорю, мало то, что давайте не будем делать того, что у нас будет писать плохо, но это, конечно, недостижимо, но давайте хотя бы поступим с ними по-нормальному. Если вы имеете право на получение информации, это конституционное право, на распространение, пожалуйста, распространяйте, пишите, что хотите. Но имейте в виду, что вы должны будете отвечать в суде за клевету. И таким образом мы можем закрыть любое средство массовой информации, которое напишет ерунду несоответствующей действительности. А насчет штрафов вы мне извините. Тысяча, не тысяча. На юридическое лицо миллион рублей, а на само издание пять миллионов, да повторно. Это что, маленькие суммы? Вполне нормально. Но еще раз говорю, их взять будет не с кого. Спасибо. Крупенников Владимир Александрович от фракции. Включить микрофон. Да, спасибо. Иван Иванович, у меня была просьба, вот когда с места выступаем, чтобы, если есть такая техническая возможность, на боковых мониторах тайминг тоже включался, ну, чтобы как-то ориентироваться можно было для выступающих с места. Но это на будущее, да. У вас вообще должно быть на экране, но мы уточним, Владимир Александрович. Уважаемые коллеги, рассматриваемый сегодня законопроект завершает комплекс наших ответных мер на недружественные и противоправные действия зарубежных партнеров, прежде всего Соединенных Штатов Америки, в отношении российских средств массовой информации. Проект федерального закона устанавливает административную ответственность за нарушение требований, установленных российским законодательством, к действиям средств массовой информации и иностранных агентов. Принятый нами в ноябре прошлого года 327-й федеральный закон, а также законопроект, принятый в первом чтении в январе текущего года, установил ряд требований к иностранным средствам массовой информации, направленных на обеспечение прозрачности их деятельствами. Другими словами, нами определен порядок признания средств массовой информации иностранными агентами, а также требований к их деятельности на территории Российской Федерации, в том числе через создание российских юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и возможности признания физических лиц иностранными агентами. Таким образом, мы создали правовой механизм, который позволит максимально точно воспроизвести все ограничения и требования, установлены американской стороной в отношении российских СМИ, таких как Russian Today и Спутника. Еще раз хочу повторить, в том числе и нашим коллегам, что мы не вводим цензуру, не занимаемся ограничением распространения информации. Доказательством этому служит то, что многие российские СМИ, хотя и ведут себя хуже любого иностранного агенда, осуществляя антироссийскую информационную политику, однако в отношении таких журналистов и СМИ не принимается никаких мер. Как-то даже президент России Владимир Владимирович Путин, комментируя эфир радиостанции «Эхо Москвы», касающихся вопросов обороноспособности Российской Федерации, вынужден был использовать термины «чушь» и «бредятина». И несмотря на это, мы никакие меры к нашим СМИ не применяем. Но Россия всегда защищала и будет защищать своих журналистов и СМИ, массовой информацией, а также отстаивать свое право распространять правдивую и достоверную информацию по всему миру. Фракция «Единая Россия» поддерживает принятие данного законопроекта в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Владимир Александрович. Поведение мельник, Владимир Иванович. Уважаемый Иван Иванович, прошу 55-й пункт повестки рассмотреть по 118-й статье регламента. 55-й? Да, 55-й пункт повестки. Авторы отозвали свои подписи под законопроектом. Спасибо, учтем, когда будем рассматривать соответствующие законопроекты. Так, представителей президента нет, правительства нет. Павел Владимирович Крошиниников будет выступать заключительным словом? Нет, тоже. Коллеги, ставлю на голосование законопроект, который мы только что обсудили. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект в первом чтении принимается единогласно. 32-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части упрощения строительства, реконструкции, капитального ремонта и или эксплуатации линейных объектов. Докладывает официальный представитель правительства, заместитель министра экономического развития, руководитель Федеральной службы государственной регистрации кадастры и картографии Виктория Валерьевна Абрамченко. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты Государственной Думы, вашему вниманию представлен проект федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части упрощения строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации линейных объектов. Законопроект разработан во исполнение перечня поручений президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года по итогам совместного заседания Президиума Государственного Совета и Консультативной комиссии Государственного Совета, в соответствии с которым необходимо обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на сокращение сроков и снижение стоимости услуг, связанных с оформлением линейных объектов на условиях публичного сервитута. Сроки оформления земельных участков для строительства линейных объектов согласно действующему порядку составляют до двух лет. Вместе с тем, сетевые организации обязаны осуществлять строительство объектов для технологического подключения потребителей в срок до четырех месяцев. Указанные обстоятельства приводят к тому, что значительная часть линейных объектов строится с нарушением установленного порядка оформления прав на землю. Положения законопроекта направлены на упрощение оформления прав, необходимых для размещения линейных объектов. В частности, предусматривается возможность размещения линейного объекта на условиях публичного сервитута без образования земельного участка, проведения его государственного кадастра учета и регистрации прав. Законопроектом в земельный кодекс вводится новая глава, регулирующая вопросы установления публичного сервитута для цели размещения линейных объектов на комплексной основе. Предлагается установление публичного сервитута для обеспечения строительства, реконструкций, капитального ремонта и эксплуатации линейных объектов, а также объектов вспомогательного назначения, с ними связанных. Кроме того, на условиях публичного сервитута предлагается использовать земельные участки для проведения инженерных изысканий и проведения работ по геологическому изучению недр. Принятие решения об установлении публичного сервитута возможно только при наличии обоснования необходимости его установления, в том числе со ссылкой на реквизиты документов планировки территорий или решения об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. До установления публичного сервитута собственники земельных участков вправе высказать свою позицию при общественном обсуждении городостроительных документов. В целях защиты интересов граждан вводится запрет на установление публичных сервитутов в отношении земельных участков, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. В случае возникновения аварии или иного обстоятельства непреодолимой силы, в результате которой использование участка по целевому назначению станет невозможно, у обладателя публичного сервитута по требованию собственника земельного участка возникает обязанность его выкупа с возмещением всех убытков. Проектом вводится обязательная плата за публичный сервитут, которая вносится до начала осуществления деятельности, для реализации которой устанавливается публичный сервитут. Плата вносится в процентах от кадастровой стоимости, если сервитут обременяет участки, которые находятся в публичной собственности, или в соответствии с рыночной оценкой, если обременяются участки, которые находятся в частной собственности. Напомню, что на сегодняшний день публичный сервитут, как и охранные зоны линейных объектов, устанавливается бесплатно. Лишь впоследствии собственник вправе требовать установления соразмерной платы, а также возмещения убытков. Таким образом, законопроект исключает данные пробелы действующего регулирования. В судебном порядке могут быть обжалованы как решения об установлении публичного сервитута, так и условия его осуществления, которые содержатся в конкретном соглашении. Применение публичного сервитута позволит сохранить в хозяйственном обороте значительные площади земель. Так, по экспертным оценкам, не потребуется изъятие из хозяйственной деятельности и перевод в земли иных категорий порядка 100 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Разработка законопроекта основана на применении лучшего мирового опыта в сфере строительства линейных объектов, а также на анализе практики применения федеральных законов, которые приняты для размещения олимпийских объектов, объектов, необходимых для чемпионата мира по футболу и линейных объектов на территории Республики Крым. Прошу поддержать указанный законопроект. Спасибо. Спасибо, Виктория Валерьевна. Присаживайтесь, пожалуйста. Содокладно выступает Николай Петрович Николаев. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, не буду останавливаться на деталях законопроекта. Виктория Валерьевна уже всё рассказала. Хочу обратить Ваше внимание вот на что, что когда, конечно, речь идёт о собственности, о правах, то всегда это вызывает очень серьёзные дискуссии, и очень хорошо, что данный законопроект не касается индивидуального жилищного строительства, дачных участков, потому что действительно всегда, когда речь идёт о собственности граждан, это очень такой тонкий момент. Здесь он исключён, и это, в общем-то, я считаю, большой плюс этого законопроекта. Тем не менее, мы в Комитете подробно рассматривали данный законопроект, проводили несколько совещаний, собирали экспертов и от Общественной палаты, и от других организаций, и обозначили следующее направление доработки этого законопроекта. Повторяю, что мы рекомендуем его поддержать и работать уже над вторым стенем. Так вот, направление этого проекта – это, прежде всего, более чётко прописать вопросы, связанные с платой за сервитуты, возмещение убытков собственнику, увеличение сроков, мы считаем, необходимо, защиты прав собственников и иных правообладателей земельных участков. А также третий важный вопрос – это вопрос определить, каким образом устанавливаются границы публичного сервитута, потому что мы с вами знаем много случаев, когда есть споры, когда речь идёт об охранных зонах. В целом, мы считаем, что, конечно, законопроект необходимо поддержать, но очень серьёзно доработать его ко второму чтению именно с точки зрения очень чёткого прописания всех процедур и тонкостей, которые могут возникнуть во избежание каких-либо споров при реализации этого законопроекта. В целом, конечно, очень важный инструмент, который у нас пока ещё не работает в должной мере, и мы просим поддержать данные законопроекта. Спасибо. Спасибо, Николай Петрович. Коллеги, будут ли вопросы? Есть включитель режим записи на вопросы. Покажите список. Савельев Дмитрий Иванович. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемая Виктория Валерьевна, поясните, пожалуйста, следующий момент. Положения законопроекта распространяются на все линейные объекты, включая такие опасные, как, например, нефтепроводы. Между тем, есть уже печальные случаи, когда аварии на нефтепроводе нанесли ущерб имуществу граждан. Мы все это видели по телевидению. Например, недавнее ЧП в Саратовской области, которое стоило дома семье в селе Красноармейском. И напомню, что дом сгорел в результате аварии на магистральном нефтепроводе. Люди не пострадали только чудом, к счастью. Но в связи с этим хотелось бы уточнить, как в рамках данного законопроекта планируется решать вопрос размещения опасных объектов капитального строительства, линейных объектов, вблизи жилья. Вы отметили, что законопроект не касается объектов жилой застройки, но вблизи проходить, в принципе, может. Может быть, стоит внести изменения в нормы, чтобы впредь не допустить таких вот аварий? Спасибо, Дмитрий Иванович, за вопрос. В этом законопроекте, я говорила в своем докладе, все связано тесным образом, а именно оформление прав на землю на условиях публичного сервитута для размещения линейных объектов, в том числе опасных линейных объектов, с градостроительными документами, которые разрабатываются на территории конкретного муниципалитета, либо поселения на межселенную территорию. И такие документы должны предусматривать в том числе наличие ограничений, связанных с будущими опасными объектами. Они должны предусматривать возможные охранные зоны. Такие объекты не могут размещаться в силу расстояния просто от оси трубопровода конкретного вблизи жилой застройки, если мы говорим о проектировании новых объектов. Если мы говорим о существующих объектах, есть, я знаю, на рассмотрении Думы отдельные проекты, которые регулируют вопросы в том числе минимальных расстояний от объектов системы газоснабжения. Есть отдельный законопроект, который регулирует вопросы установления на комплексной основе всех охранных зон. Таким образом, если в градостроительной документации соблюдаются требования по проектированию размещения таких объектов, вот таких негативных сюжетов, как размещение объектов рядом с жилой застройкой, быть просто не может. Спасибо. Спасибо. Хованская Галина Петровна. Спасибо. Уважаемая Виктория Валерьевна, мы от Комитета по жилищной политике направляли достаточно подробное замечание на этот законопроект. И я надеюсь, что Вы учтёте многие из них. И, по крайней мере, сейчас мой вопрос будет очень коротким. Предполагаете ли Вы исключить нормы, которые допускают ревизию норм жилищного кодекса в части принятия решения общим собранием собственников жилых помещений на многоквартирных домах? Спасибо, Галина Петровна. Не предусматривается никакой ревизии в этой части. В законопроекте содержится положение о том, что решение о возможности подписания соглашения об установлении публичного сервитута от имени собственников помещений в многоквартирном доме принимает уполномоченное общим собранием лицо. И только на общем собрании такие вопросы могут решаться, как вообще возможность подписания такого соглашения. Спасибо. С принятием данного закона он будет действовать на строительство, которое уже ведётся с нарушениями? Спасибо. Данный законопроект позволяет в отношении существующих объектов оформить права на условиях публичного сервитута. Но это многоступенчатая система. Необходимо сначала обосновать необходимость установления сервитута публичного на конкретных земельных участках, опираясь на градостроительную документацию. Дальше необходимо, чтобы публичный собственник либо Российской Федерации, либо субъект Российской Федерации, либо орган муниципального самоуправления принял решение об установлении публичного сервитута и только потом выходить на заключение соглашения. Законопроект позволяет рассматривать вопрос об установлении сервитута, но он не гарантирует, что такое решение будет положительным. Спасибо. Спасибо. Шерин Александр Николаевич. Виктория Валерьевна, я понимаю, что безжалостный танк изъятия земель уже направился через бурелом, его не остановить, но всё-таки вопрос. Почему процент от кадастровой стоимости, а не всю кадаструю стоимость, это когда публичная и когда частная земля? Как вы можете этим законом исключить вот такой вариант, когда частнику говорят, мы здесь хотим использовать эту землю для геологических изысканий, или же, допустим, какой-то линейный объект строить, а потом ничего там не нашли на самом деле или не начали искать, или не начали строить линейный объект, как потом с этой землёй быть? Или надо будет потом человеку идти, пенсионеру с «Газпромом» судиться, с какими-то энергетическими компаниями, как это всё будет происходить? Вот как вы этот вариант исключите? Спасибо. Спасибо за вопрос. Услышала две части в нём. Первая – это относительно установления платы. Действительно, в проекте предусматривается, что это процент от кадастровой стоимости, либо одна сотая, либо одна десятая, в зависимости от срока установления сервитута, срока действия. И для частных земель это рыночная оценка, это отчёт независимого оценщика. И по вопросу согласования цены стороны, конечно, должны договариваться. Это собственник земельного участка и лицо, в интересах которого устанавливается публичный сервитут. Что касается второй части вопроса, мы рисков не видим при подготовке этого проекта в части размещения конкретных объектов. Достаточно подробно мы изучали опыт, и со стороны Министерства энергетики никаких проблем не увидели. Спасибо. Спасибо. Куриный Алексей Владимирович. Спасибо. Виктория Витальевна, я уже этот вопрос задавал, в общем-то, на фракции, но ещё раз его, может быть, в другом варианте повторю. Почему земельные участки, находящиеся в общедалевой собственности жителей многоквартирных домов, не выведены из-под действия данного законопроекта, так же, как это сделано в отношении СНТ, в отношении индивидуального жилищного строительства? Потому что правовой смысл-то одинаковый, что там, что там. И, учитывая ещё и процессуальные моменты, связанные с собранием, с организацией, с согласованием, даже по срокам одно к другому никак не привязывается. Для стенограммы Виктория Валерьевна. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Изучали этот опыт с учётом позиций крупных наших городов федерального значения, других мегаполисов. Городостроительные документации, на которой отображаются коммунальные сети, объекты коммунальной инфраструктуры, таким образом подготовлены, что практически нет ни одной территории придомовой, которая так или иначе не охвачена какой-нибудь сетью. Но обязательно коммунальные объекты подводятся, тепловые сети, отведение воды, они подводятся к конкретным многоквартирным домам. Дальше возникает вопрос оформить эти сети. Мы когда работали с вами в группах и отдельно с фракциями до сегодняшнего дня, до рассмотрения проекта на пленарном заседании, я отвечала на этот вопрос. Невозможно оформить право на объект капитального строительства, если у тебя нет возможности оформить права на земельный участок. Так построено действующее гражданское земельное законодательство. И выделить отдельные земельные участки, которые будут заняты кабелем связи, коммунальной инфраструктурой, невозможно. Необходимо было принимать решение о таком упрощенном описании этих объектов. А упрощенное описание возможно только в пределах сферы действия сервитута. Поэтому жизнь сама подсказывает, что невозможно исключить территории придомовые в застройке в плотной из-под сферы действия этого законопроекта. Таким образом, просто объекты никогда не будут оформлены. Они будут стоять на бухгалтерском учёте, но как объекты недвижимости не будут оформлены. Спасибо. Спасибо. Большевский, Андрей Геннадьевич. Спасибо. Виктор Валерьевна, я правильно понимаю, что Вы не прогнозируете увеличение конфликтных ситуаций по поводу выкупа земельных участков, которые находятся в частной собственности, так как она будет оцениваться по рыночной стоимости. Да? Да, спасибо за этот вопрос. Мы прописали в законопроекте, что условиями для осуществления сервитута является, первое, возможность использования земельного участка после установления сервитута на тех же основаниях, в рамках того же целевого назначения, разрешённого использования. Если есть угроза, что такой земельный участок, который будет обременяться сервитутом, нельзя использовать по назначению собственнику, то решение об установлении публичного сервитута не может приниматься. Это условие, которое указано прямо в законе. Относительно выкупа я тоже в своём докладе говорила, что это ситуации форс-мажорные, тоже в жизни, к сожалению, бывают. Бывают аварии на таких опасных линейных объектах. И вот тогда, когда собственник уже попадает в ситуацию невозможности использования своего участка после установления публичного сервитута, конечно, компании обязаны выкупать такой участок по рыночной цене. Это тоже прямо указано в законопроекте. Спасибо. Спасибо. Иванов Сергей Владимирович. Спасибо. Большой вопрос докладчику. Ну вот пресса писала о случаях, которые, к сожалению, в жизни встречаются, когда люди, узнав каким-то образом, что будет строиться какой-то объект, приобретали земельные участки в этом месте, а потом нужно было эти участки, опять же, выкупать. И вот как Вы, скажите, этот законопроект может обезопасить, так скажем, эти объекты от того, чтобы на них не зарабатывали, зная, что они будут строиться? Центральную трибуну включите. Я понял, садокладчику, да, вопрос? А, нет, докладчику, извините. Виктория Валерьевна, Вам вопрос. Да, спасибо. Как исключить случай, чтобы не было последующего выкупа? Лучше планировать использование территории в рамках градостроительной документации. Иного варианта нет. Мы сегодня вот говорим в основном о качестве планирования использования территории, чтобы жилая застройка не размещалась рядом с опасными объектами. В существующей застройке, хотим мы этого или не хотим, но наводить порядок нужно с оформлением прав на те объекты, которые были построены еще в советское время. А вся коммунальная инфраструктура процентов на 80 не имеет никаких прав, ровно потому, что и земля не оформлена. Это замкнутый круг. Нет земельного участка или иных прав на землю, не будет прав на объекты, на сооружения, которые либо в земельном участке, либо на нем расположены. Поэтому здесь только так. Возможность выкупа – это защита, это гарантия права собственности конкретного правообладателя. И у компании такая обязанность должна быть. То есть вот в этом как раз и заключается баланс частных и публичных интересов. Прежде чем устанавливать публичный сервитут, необходимо просчитать экономику этого процесса. Спасибо. Спасибо. Боева Наталья Дмитриевна. Спасибо, Иван Иванович. Виктория Валерьевна, какая ответственность исполнителей по приведению участка сельхозназначения в порядок? Потому что делают, оставляют участки непригодные к сельхозназначению. И как это бесплатно? Вы когда докладывали, вы сказали, что изымаются бесплатно. Как это и при каких условиях? Спасибо. Спасибо за вопрос. Но относительно бесплатности я не говорила. Наоборот, вводится плата за сервитут. Это в действующем регулировании всё бесплатно. А в законопроекте вводится плата. И до того, как приступить к использованию участка, собственник линейного объекта или лицо, в пользу которого устанавливается, публичный сервитут, обязан внести сначала плату. В части приведения в соответствие земель сельскохозяйственного назначения в законопроекте предусматривается обязанность лица, в пользу которого устанавливается публичный сервитут, выполнить все работы по рекультивации. И в случае, если такие работы не выполняются, начинают работать нормы уже Кодекса об административных правонарушениях. Спасибо. Спасибо. Маринин Сергей Владимирович. Виктория Валерьевна, в законопроекте есть термин заболевременные уведомления собственника о доступе обладателя сервитута к земельному участку. Какой же срок уведомления имеется в виду, кто его должен устанавливать, и почему он не установлен в законопроекте? Да, спасибо за вопрос. Начинала свой доклад с того, что цитировала поручение президента, где было сказано, что необходимо сократить сроки. Сроки эти сегодня – это конкуренция норм по подключению потребителей и оформлению прав на земельный участок. В одном законодательстве срок подключения 4 месяца, в земельном законодательстве, если мы посчитаем все стадии, все процедуры, уходим на 2 года оформления прав на земельные участки. Так вот, в законопроекте мы урегулировали почти все сроки. Кроме одного – это момент от принятия решения либо муниципалитетом, либо субъектом, либо Российской Федерацией об установлении публичного сервитута, и момент направления проекта соглашения об установлении сервитута. Почему этот срок не установлен? Потому что может потребоваться закупочные процедуры для компаний, которые будут в свою пользу просить установить сервитут, в том числе по услугам независимого оценщика. Просчитать, сколько времени уйдет на такие процедуры, мы не можем, и установить предельный срок для таких процедур в земельном кодексе невозможно. Спасибо. Спасибо большое, Виктория Валерьевна. Коллеги, будут ли желающие выступить? Есть включитель режим записи на выступление? Скажите список. Гартунг, Валерий Карлович. У нас четыре выступающих. Всем ставьте от фракции. Спасибо. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Наша фракция не готова поддержать этот законопроект, хотя мы понимаем важность поставленной задачи и проблемы, которые стоят перед страной, перед строителями. Тем не менее, у нас есть вопросы, которые, к сожалению, законопроект, внесенный в первом чтении, ответов не дает. Прежде всего, мы обеспокоены тем, что этим законопроектом вмешиваемся в полномочия собрания собственников жилья. Собственно говоря, как мы считаем, там все вопросы на данном АМИ жилищном кодексе урегулированы и дополнительного вмешательства не требуется. К сожалению, вопрос Галины Петровны Хованской, он не получил ответа. И мы надеемся, что если закон будет принят в первом чтении, только в втором чтении, мы все-таки ответ на это получим. Второе замечание. Здесь прямо говорится о том, что из-под действия Гражданского кодекса выводится публичный сервитут. То есть посягательство на Гражданский кодекс мы считаем необоснованным. И разделять сервитут и публичный сервитут, и публичный сервитут отдавать земельному законодательству, мы тоже считаем чрезвычайно опасным. Поэтому мы считаем, что этот законопроект требует доработки. И исходя из того, как пойдет обсуждение ко второму чтению, если все вот эти опасности, о которых я сказал, и те, которые были изложены в заключении комитета Олимпедровной Хованской, если они будут сняты, то мы можем вернуться еще раз к этому вопросу и во втором чтении скорректировать свою позицию. Спасибо. Спасибо, Валерий Карлович. Куриный Алексей Владимирович. Уважаемые коллеги, принятие или необходимость разработки данного законопроекта его авторами приводится в виде соответствующих исполнений поручений президента, правительства и тому подобное, и ускорение соответствующих процедур оформления и строительства линейных объектов. Намерения благие вроде как направлены на ускорение строительства, ускорение реализации инвестиционных проектов, с одной стороны, но я вам напомню, как много раз в этом зале благие намерения оборачивались совершенно иным результатом. Напомню вам про лесную амнистию, когда президент давал поручение все-таки решить вопросы шестью сотками жителей, которые живут в лесах, а в итоге дали сегодня свободу и возможность гектарами приватизировать лес тем шустрым собственникам, которые сумели там отпорить какой-нибудь объект. Я напомню вам про решение Конституционного суда в части капитального ремонта, обязанности проведения капитального ремонта за счет средств бюджета, когда просто Конституционный суд обязал законодателя установить надлежащие механизмы. Что было сделано в итоге? В итоге право людей на проведение капитального ремонта за счет средств бюджета полностью ликвидировано. Ну и здесь, я думаю, пока в том законопроекте, который представлен, цели с средствами никак не гармонируют. Ну, первое, кому выгодно вот то, что мы сегодня делаем. Безусловно, крупным игрокам в части линейных объектов это структуры Газпрома, это энергетики, это те, кому сегодня, в общем-то, создаются излишние сложности. И даже не стесняясь этого, правительство в своем пояснительной записке пишет, что часто частные собственники не желают, чтобы по их территории, по их земельным участкам проходили те или иные линейные объекты. Это их право, но вот сегодня этому праву предстоит положить конец вот самым этим законопроектам о введении нового варианта публичного сервитута, который не подпадает под действие гражданского законодательства, который фактически является коственным или, как пишет один из комитетов, экономическим вариантом изъятия земельного участка у их собственников. Изымается, что имеет собственник взамен? Ну, в принципе, ничего особенного не имеет. Он не может оспорить сам факт изъятия. Он может лишь потребовать, возместить или, скажем так, выкупить этот земельный участок, если им нельзя пользоваться. Что это за процессы, как он будет протекать, вы немножко представляете. Как бабушка, у которой через огород проходит труба, проложенная там решением по решению органа местного самоуправления, потом будет судиться и доказывать, что она не может использовать земельный участок, или что ей приничтены какие-то убытки, и она требует их компенсации. Это целая юридическая служба должна работать, и грамотный юрист. А нам предлагается оставить один на один собственников, часто не имеющих соответствующей правовой защиты, вот с такими крупными монополистами, типа Газпрома, типа его подразделений, типа различного рода вариантов осколков РАО и ЕС, которые, естественно, будут этим правом пользоваться. Второй момент — 30 суток, про который мы говорим. Вот за 30 суток предупредили собственника, что он должен заключить соответствующее соглашение. И все. Не заключил, не договорился, не устроили условия, никого не волнует. Через 30 дней соглашение вступает в силу. Соответственно, тот, в отношении кого устанавливается публичный сервитут, перечисляет на счет нотариуса соответствующую плату, и все. Может приступать к работе. В части того, породит это конфликт и не породит. Безусловно, породит. Огромное количество конфликтов, которые будут по всей стране полыхать. Как это было в Сочи, хотя там был более мягкий вариант, чем предлагается этим законопроектом. Как это было в Приморье. Только теперь это будет распространяться на всю страну. Теперь многие могут попасть совершенно неожиданно для себя в такую ситуацию, когда придется свои права защищать. Что касается участков многоквартирных домов, с чем я не соглашусь. Точная застройка сегодня в городах больших остановилась не только и не столько потому, что наши власти услышали, наконец, людей, а потому что сегодня точная застройка осложнена большим количеством земельных участков, оформленных в частную долевую собственность. И каждый раз согласование проведения соответствующей линейной инфраструктуры, оно вызывает определенные сложности. Поэтому она остановилась. А теперь, пожалуйста, органы местного суммоправления принимают решения и пошли через двор, через детские площадки, через что угодно эти самые линейные объекты. В части того, что жители все равно, вроде как, должны участвовать в рамках обсуждения проекта планировки, в рамках обсуждения градостроительной документации, вам напомню, что линейные объекты сегодня находятся под грифом ПСД. И, соответственно, нигде, ни в каких картах, существующих сегодня, ни в генеральном плане, ни в правилах землепользования и застройки, ни в проектах планировки они не обозначаются открыто. И нельзя будет прогнозировать, где пойдет тайм-нагистраль. Это первое. А второе, законопроект предлагает вводить публичную сервиту, даже в отсутствии соответствующей градостроительной документации, в отсутствии градплана, в отсутствии разрешения на строительство, в отсутствии проекта планировки. Вот возникла необходимость, и некто чиновник в мэрии, в муниципальном образовании, либо на уровне субъекта принимает решение, что именно так пойдет тайм-нагистраль, именно так пойдет тот или иной линейный объект. И хотите вы или не хотите, он распоряжение подписал, через 30 дней оно вступило в силу, можно приступать к соответствующим строительным работам. Как это будет выглядеть на практике? Я сомневаюсь, что это будет проходить мирно, и каждый собственник легко откроет ворота и скажет, проходите, уродуйте мою территорию, стройте что хотите, а я посмотрю со стороны, а потом, может быть, буду судиться, убытки пытаться какие-то там отсудить. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы многоквартирные дома, территории многоквартирных домов были выведены из-под действия этого закона, точно так же, как это касается садовых и огородных наших обществ, точно так же, как это касается индивидуального жилищного строительства. Там, где линейные объекты уже лежат, да, уже с этим ничего не сделаешь, наверное, стоит соответствующими поправками разрешить оформить вот этот самый сервитут. Но там, и где их нет, где дома только строятся, где они оформляются, ни о каком насильственном изъятии в последующем земельных участков, ограничения, на это ограниченное вечно право, в любом случае быть не должно и не может. Ну и самое, тоже скажем, что те предложения, которые ряд комитетов предложили, ну это так понятно, откуда растут ноги, там предложения нефтяников, а давайте мы по 3 гектара или по 5 гектаров в лесах будем по этому же механизму изымать, а давайте облегчим еще дополнительно для строительства дорог каких угодно, для железных и всех остальных. Они сегодня нуждаются в дополнительной глубокой проработке, они вот таким вот, что называется, с налетом решения проблемы, которая создаст огромное количество проблем нашим избирателям. Фракция КПРФ не будет поддерживать в первом чтении принятие данного законопроекта, будут предложены поправки, потому что на первом месте должны стоять права людей, а не интересы сегодня наших монополистов, энергетических и прочих. Спасибо. Спасибо. Сысоев Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, можно сказать, что наступает эра нового передела частой собственности. И я думаю, из выступлений предыдущих вы эти вещи внимательно послушали и выводы соответствующие сделали. Конечно, рассматривая любой законопроект, мы с вами должны помнить, что законодательство – это система, а не простая совокупность правовых норм. Основная идея рассматривания законопроекта – изменение уже устоявшегося многими годами института серветута. Серветута – это, понятно, это ограничение права пользования части земельным участком. Введение такой разновидности как публичность серветута именно из действия гражданского законодательства. Мы считаем, что изъятие публичного серветута из гражданского законодательства, из его зоны деятельности, считаем мы нецелесообразным. Поскольку серветут – это изначально гражданско-паровой институт. И он означает простое, то есть договариваться, соглашаться, заключать договора. А сегодня законопроектом предлагается серветуту придать именно функцию административной природы, то есть просто боевое решение либо губернатора, либо главы города. Законопроект, да, действительно много обсуждался. У нас прошли и нулевые чтения, и первые чтения. И почти все общественники, кто был на этих слушаниях, высказывали слишком много замечаний. И мы считаем, что, конечно, концепция законопроекта сырая, и она недоработанная. Для доработки, конечно, необходимо его дорабатывать, смотреть. Но даже в постановление Государственной Думы, которому сегодня предлагается принять, многие те вопросы, которые обсуждались, они просто не вошли. На нет резних, я сегодня остановлюсь. Понятно, что концептуально этот законопроект, это законопроект о балансе частных и публичных интересов. Конечно, всегда публичный интерес всегда будет обеспечен административным ресурсом. Поэтому, конечно, он будет давлять на частные. Поэтому о каком балансе интересов может идти речь? Вы принятие данного законопроекта. Если мы переводим уставление серветута именно в плоскость административных отношений. Виктория Валерьевна на комитете говорила о том, что если в результате ошли деятельность конкретной компании, а в первую очередь речь идет о газовых и энергетических сетевых компаниях, потом окажется, что деятельность на участке в рамках вида разрешенного использования невозможна, то здесь вступает в силу уже норма выкупи, и этот участок выкупается компанией, которая сделала жизнь собственника невыносимой и невозможным использовать конкретный земельный участок. Но вы понимаете, что для многих собственников сегодня объект недвижимости, их земля, это не бездушный объект недвижимости, который может быть обременен серветутом или изъят. Это целая жизнь, а может жизнь целых поколений. Это может быть земля предков, откуда он не хочет уезжать, и где он хочет продолжать заниматься либо бизнесом, либо вести свое хозяйство. И, конечно, возникает вопрос, а кто компенсирует конкретному человеку эти моральные переживания и сломанную жизнь. Представитель Мининерго на комитете нам пояснил, что в действующих реалиях происходит так, что, чтобы подключить какого-то потребителя, нужно пройти через частные земли, и эту проблему нужно как-то решить. Коллеги, но если мы стремимся принимать законопроекты, то, конечно, в первую очередь должны быть направлены на защиту интересов частного собственника, а не наоборот. А здесь мы защищаем интересы сетевых и энергетических компаний. Один из аргументов законопроекта, что нужно принимать, чтобы упростить вопрос строительства. Но как же общественные слушания? Ведь, несмотря эти поправки, мы практически убираем понятие общественных слушаний. Мы исключаем население из обсуждения этих вопросов. Поэтому, конечно, можно обсуждать градостроительную документацию, но это абсолютно разные и совершенно разные правовые институты, и так здесь поступать нельзя. Если мы говорим о размещении линейных объектов, то, конечно, мы даже здесь и обязаны учитывать мнение населения, а здесь его нету. ЛДПР с этим не согласна. Законопроект также меняет порядок установления публичного института. Сегодня особый порядок принятия нормативного права в этой сфере, и он дает дополнительные гарантии возможности законности и обоснованности принимаемых в такой форме решения. Законопроекта предлагается устанавливать при увеличении сфере тут решения, как я рассказал, органы государственной власти, либо органы местного самоуправления. Но при таком подходе будет иметь место слишком широкие полномочия органов власти, а это явный коррупционный фактор. И сегодня мы принимаем такой закон, которым должностным лицам сами даем в руки большие инструменты для создания коррупционных схем. А потом будем тратить огромные усилия и средства на борьбу с коррупцией. Абсолютно также не проработан вопрос так называемой платы за публичный институт. Да, мы проработали в отношении государственных и муниципальных земель. Но послушайте цифру. 0,01. Я поднял данные доклада о кадастровой стоимости. Получается, что самая дорогая земля будет стоить примерно 50 рублей за один квадратный метр. И вы готовы с этим согласиться? А если речь идет о частных землях, то этот вопрос сегодня абсолютно не проработан. И возможно, остальные платы только при существенных затруднениях в использовании земельного участка. А в каком сегодня в стране в нормативном правом акте установлено понятие, его просто нет. А кто и в каком порядке будет признавать, это существенное затруднение или нет, это опять не определено. Это просто абстрактный термин. Вот и получается, что плата законопроекта как бы есть, но фактически предлагается сделать публичный институт бесплатным. Конечно, можно сказать, нам нужны оценщики, но кто будет платить за эту оценку? Идти в суды? Конечно, можно идти в суды. Представитель Верховного суда прямо сказал на комитете, что суды просто будут завалены исками от граждан и от юрлиц, кто владеет землями. Так, конечно, нельзя поступать. И, к сожалению, мы не прислушались даже против постановления Государственной Думы тем предложениям, которые были высказаны представителями сегодня Верховного суда. Законопроект напрямую защищает именно интересы сетевых компаний. Ну, конечно, мы понимаем, что компании сами защищают свои и только свои интересы. А проблемы с социальной земелью, особенно конечных потребителей, те, кому требуется техническое подключение, как оставались, так и будут оставаться нерешенными. Это не приведет к никакому снижению стоимости за техническое подключение для граждан. Поэтому, конечно, практически в каждом регионе мы сегодня наблюдаем ситуации, когда жители со своими вопросами приходят в те же энергетические компании, но там просто глухая стена. Еще раз повторюсь, данный законопроект в первую очередь оставит интересы энергетических сетевых компаний и, соответственно, не направлены на защиту интересов простых граждан и тех бизнесменов, которые сегодня имеют земли промышленного значения и там ведет бизнес. ЛДПР не поддерживает принятие законопроекта в такой редакции. Поэтому, конечно, мы должны действовать в первую очередь и защищать частные интересы, а не интересы олигархии. Спасибо. Спасибо. Слышенко Константин Григорьевич. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, законопроект, конечно, чрезвычайно необходимый и, наверное, от этого достаточно спорный. В последние годы мы с вами становились свидетелями сотни случаев, когда земельный участок, на или под которым размещены линейные инженерные коммуникации, приходилось изымать у актуальных собственников. И, конечно, это были трагедии, были жалоб, были обращения. Данным законопроектом предлагается упорядочить данные отношения и решить проблему размещения линейных объектов на условиях публичного сервитута без изъятия земельного участка посредством введения в отношении данного земельного участка публичного сервитута. Фракция «Единая Россия» поддерживает концепцию законодательной инициативы, но считает необходимым обратить внимание на ряд спорных моментов при доработке данного законопроекта ко второму чтению. Их пять. Первое. Публичный сервитут не должен приводить к невозможности использования земельного участка собственникам или существенно затруднять его. Второе. Необходимо предусмотреть участие и учет мнения собственника земельного участка в принятии решения об обременении его публичным сервитутом. Необходимо проанализировать, возможен ли баланс интересов при принятии решения в срок, не превышающий 30 дней с момента подачи ходатайства. Третье. Учитывается ли обременение земельных участков, находящихся в частной собственности, публичным сервитутом может привести к невозможности использования данного земельного участка. Четвертое. Обеспечивается ли установление публичного сервитута необходимый уровень защиты прав частной собственности на недвижие имущества при установлении публичного сервитута. В этой редакции правовое регулирование несколько иное. И последнее. Необходимо доработать механизм установления размера платы за публичный сервитут. Коллеги уже говорили, что та плата, которая будет предоставляться собственнику, она не просто мизерная, она никакая. В настоящей редакции он отличается от механизма возмещения убытков. Размер платы не включает в себя причиненные установлением публичного сервитута убытки. Наталья Дмитриевна уже была сказала, что после того, как проходят какие-то организации, так как Мамай прошелся, и потом через суды годы, годы мы пытаемся добиться возмещения тех убытков, которые были причинены. И отдельно, как представитель Камчатского края, хотел бы обратиться к вам, Виктория Валерьевна, следующим. На данный момент принят законопроект новой редакции о дальневосточном гектаре. Но та планировка, которая там была, мы, депутаты, поднимали этот вопрос, она, конечно, никакой критике не поддается. И там, если ваш закон начнет конфликтовать с дальневосточным гектаром, я хочу вас очень попросить, чтобы вы обратили на это внимание, потому что там уже есть проблемы. Не возникнет ли конфликт между вашим законопроектом или нашим, который мы примем. Посмотрите, пожалуйста. Фракция «Единая Россия», конечно, поддержит в первом чтении данный законопроект, но обращает внимание правительство на необходимость тщательной проработки ко второму чтению. Спасибо. Спасибо. Виктория Валерьевна, у вас есть возможность заключительным словом выступить. Спасибо, уважаемые депутаты. Я хочу в заключительном слове обратить внимание всё-таки на отсутствие конфликта между Гражданским кодексом и Земельным кодексом. Сегодня в нескольких выступлениях это прозвучало, что мы выводим сферу действия регулирования публичного сервитута из-под Гражданского кодекса. Это не так. В Гражданском кодексе нет ничего, никаких норм относительно публичного сервитута. Эти нормы с 2001 года, с даты вступления в силу Земельного кодекса, содержатся там, в 23-й статье Земельного кодекса. Девять есть оснований для того, чтобы установить публичный сервитут, в том числе ремонт, реконструкция линейных сооружений. Мы развиваем эти положения земельного законодательства. В части опасений относительно всё-таки граждан. Прямо написано в этом законопроекте запрет на установление публичного сервитута по земельным участкам, которые предоставлены для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства. В части платы и компенсации предусматривается, что собственник, если возникают основания для выплаты убытков, обращается не в суд, он обращается напрямую в компанию. Вы говорите сейчас о том, что все компании недобросовестные не будут возмещать собственникам эти платежи. Но давайте всё-таки исходить из презумпции невиновности. И потом, сегодня звучит вопрос относительно того, что этот законопроект только для крупных компаний. Он, скорее, наоборот, для тех компаний, которые занимаются подключением к коммунальной инфраструктуре. Потому что у крупных компаний, у «Газпрома» огромный штат юристов, своих кадастровых инженеров. И я не слышал ни разу, чтобы у «Газпрома» были проблемы с оформлением прав на какие-либо земельные участки. Поэтому я прошу вас ещё раз оценить этот проект, его целесообразность и поддержать. Спасибо большое. Спасибо. Николай Петрович Николаев, пожалуйста, судокладчик. Уважаемые коллеги, спасибо большое за такую бурную дискуссию. Мы действительно специально организовывали такое предварительное серьёзное обсуждение, чтобы все риски, все моменты, которые возникают в этом законопроекте, их учесть ко второму чтению. Я хотел обратить внимание на две вещи. Во-первых, Алексей Владимирович, вы упомянули, что у нас лесная амнистия не работает. Так вот, я хочу вам напомнить, что у нас действует рабочая группа, государственный домик, в которую входят представители всех фракций. И после такого бурного обсуждения и учёта действительно всех рисков всех фракций в этом законопроекте мы с вами регулярно собираемся. И пока ещё не было ни одного факта обнародовано именно злоупотребление этим законопроектом, вернее, законом, который мы приняли. Я считаю, что практика вот такого серьёзного обсуждения и учёта всех рисков, она очень правильная. Именно поэтому мы включили большое количество замечаний в текст постановления Государственной Думы по этому законопроекту. И я очень надеюсь, что такая совместная работа, она приведёт к тому, что ко второму чтению текст законопроекта будет действительно учитывать все интересы, риски, которые сегодня здесь прозвучали. Спасибо большое, прошу поддержать. Спасибо. Коллеги, обсуждение завершено. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект в первом чтении принимается. Коллеги, переходим к рассмотрению вопроса, дополнительно включённого в порядок работы. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации по вопросам добровольчества, волонтёрства. Второе чтение. Докладывает Сергей Анатольевич Гаврилов. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, при доработке законопроекта ко второму чтению были учтены поправки администрации президента, счётной палаты, наших коллег из правительства. Но главное, мы учли предложение по членам Совета Федерации, руководителям Совета Федерации, ЛС Вравьём Леонидовичем, которые нашли своё отражение в принятых, рекомендованных поправках к принятию второму чтению. Комитетам предлагаются поправки к принятию. Таблица включает 23 поправки. Просим принять. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы по таблице поправок номер один? В этой таблице 23 поправки. Нет. Ставлю таблицу поправок на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. Есть ли вопросы по таблице поправок номер два? В этой таблице 6 поправок. Нет. Ставлю таблицу на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. Ставлю законопроект на голосование во втором чтении. Включите режим голосования. Саша. Покажите результат. Законопроект во втором чтении принимается. Центральную трибуну включите, пожалуйста. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, комитет просит включить законопроект в порядок работы Государственной Думы на 26 января для осмотрения в третьем чтении. Все необходимые экспертизы проведены. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Прошу учесть. Переходим к рассмотрению 25 вопроса. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 12 федерального закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Докладывает Галина Иннокентьевна Данчикова. Докладывает Галина Иннокентьевна Данчикова. В 1998 году федеральный закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях под номером 41 устанавливает правовые основы регулирования отношений, возникающих в области оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Законом представляется возможность субъектам Российской Федерации приобретать на законном основании драгоценные металлы и драгоценные камни, создавать госфонды драгоценных металлов и драгоценных камней и осуществлять свое право собственности в соответствии с настоящим федеральным законом и гражданским кодексом Российской Федерации. Перечень полномочий субъектов Российской Федерации в области геологического изучения, добычи, производства, использования и обращения закреплен в 12-й статье федерального закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях. При этом наименование преамбулу статьи 12-й предполагает наличие полномочий субъектов Российской Федерации по использованию и обращению драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в их собственности. Но, однако, в содержании статьи 12-й федерального закона под неопределенность правовой нормы подпадает проведение таких операций, как хранение и экспонирование, перемещение в фонды, использование в качестве залога и проведение иных операций, которые указаны в статье 1-й федерального закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Наличие внутренней коллизии также подтверждает действующие на сегодня и принятые подзаконные нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы проведения отдельных операций. Для примера я хочу привести постановление правительства России от 28 ноября 2002 года номер 844, который регламентирует временный вывоз ценностей госфонда в субъектах в целях экспонирования или научного изучения. При этом статья 12-я закона этого не предусматривает. Между тем, федеральные законы не должны сегодня нести в себе неопределенность правовых норм, что приводит к неоднозначности и правопоименительной практике. Законы имеют прямое действие на все территории Российской Федерации и должны быть установлены ясным, четким и определенным образом. Представленный вашему вниманию законопроект приводит полномочия субъектов Российской Федерации в соответствии с номинованием и преамбулой статьи 12 федерального закона, исходя из терминологии, установленной статьей 1 федерального закона о догоценных металлах и драгоценных камнях, что позволит сформулировать тот перечень допустимых операций, которые вправе проводить субъекты Российской Федерации с драгоценными металлами и драгоценными камнями, находящимися в их собственности. Таким образом, представленный законопроект, кроме цели устранения внутренней коллизии, внесен в рамках приоритетных подходов, во-первых, по совершенствованию законодательства эффективности использования механизмов. Принятие данного законопроекта позволит структурировать полномочия субъектов Российской Федерации в области осуществления права собственности на драгоценные металлы и драгоценные камни. На законопроект представлены официальный отзыв правительства Российской Федерации, заключение счетной палаты, комитета Госдумы по культуре, заключение правового управления, концептуально поддерживающий законопроект, замечания и предложения к законопроекту носят уточняющий характер и могут быть учтены ко второму чтению. Прошу поддержать и принять в первом чтении данный законопроект. Спасибо за внимание. Спасибо. По ведению Кровеца Александр Алексеевич. Присаживайтесь, Галина. Спасибо, Иван Иванович. Для протокола по вопросу 32 повестки дня депутаты Плетнево, Кровец, Шурчанов и Курбанов голосовали против. Прошу учесть. 25-й, извините, садоклад члена Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Сергей Иванович Крюченко. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, Вашему вниманию представляется проект федерального закона о внесении изменений в 12-ю статью федерального закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость наделения регионов в правом осуществления иных операций с находящимися в их собственности драгоценными металлами и драгоценными камнями продиктована недостатком полномочий в этой сфере, в том числе в вопросах хранения и экспонирования подобных ценностей. Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям концептуально поддерживает данный законопроект, но тем не менее отмечает ряд замечаний. Так, в качестве замечания по законопроекту следует указать на отсутствие в предлагаемой и проектируемой норме прямой ссылки на статью номер 1 федерального закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях, определяющую перечень операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, что делает возможным расширительное толкование состава таких операций. Во избежание правовой неопределенности целесообразно конкретизировать их перечень, что обеспечит необходимую ясность в урегулировании данного вопроса. Еще одним замечанием относительно проекта предлагается проектируемую норму дополнить положением, учитывающим, что государственное регулирование отношений в области использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней с субъектами Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном исключительно законодательством Российской Федерации. И также комитет обращает особое внимание на отсутствие в предлагаемом законопроекте ограничений на проведение находящихся в собственности регионов драгоценных металлов и драгоценных камней, которые могут являться частью Музейного фонда Российской Федерации. Указанные замечания не носят концептуального характера и могут быть устранены при доработке законопроекта и подготовке его ко второму чтению. В этой связи предлагается рекомендовать Государственной Думе принять данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Коллеги, будут ли вопросы? Есть включите режим записи на вопросы. Спасибо. Покажите список. Иванов Сергей Владимирович. Спасибо большое, Иван Иванович. Я не знаю, правда, кому задать вопрос, либо докладчику, либо со-докладчику, но, видимо, я что-то упустил. Пожалуйста, объясните. А у нас что, какой-то субъект хочет создать или уже создал собственный алмазный фонд, и теперь нестыковки в законодательстве мешают ему вывести все это и экспонировать куда-то за бугор, чтобы там это все арестовали? За бугор. Кто ответит на этот вопрос? Галина Иннокентьевна Данчикова. Включите микрофон. Уважаемый коллега, если вы внимательно слушали, то должны понимать, что сегодня операции по драгоценным металлам и драгоценным камням уже регулируются законом, который принят и действует с 1998 года. И данный закон, статья 9, предусматривает создание таких фондов с субъектами Российской Федерации. При этом очень четко прописывается, за счет каких источников такие госфонды с субъектами Российской Федерации могут быть созданы. У нас сегодня, к вашему сведению, существует и ГОХРАН, но это уже тема немножко как бы другая, а мы сегодня говорим об уточнении полномочий субъектов по статье 12 «Закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях». Спасибо. Гусева Ирина Михайловна. Спасибо большое. Галина Иннокентьевна, я, в отличие от своего коллеги, считаю, что законопроект важный, концептуально очень нужный, но есть несколько моментов. Во-первых, очень важно, ко второму чтению, уточнить, все-таки, что такое иные операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями, иначе двоякая трактовка и коррупционная составляющая тут сразу найдется. Иные, и в русском языке это много трактований. И кроме того, в законопроекте я не увидела ограничений на операции, производимые в субъектах Российской Федерации с драгметаллами и драгкамнями, что может привести к потере так называемых драгоценностей, которыми обладают муниципалитеты, субъекты, в музейном фонде находящиеся. Поэтому я ко второму чтению даже предложила бы и сама бы сделала поправки. Спасибо. Галина Иннокентьевна, надо комментировать. Депутату Данчиковой, включите микрофон. Иван Иванович, уважаемые коллеги, я уже сказала, что эти вопросы, они ко второму чтению могут быть отработаны. Спасибо. Это было предложение, были высказаны. Нила Автолеха Анатольевич, пожалуйста. Галина Иннокентьевна, вопрос. Просветите, пожалуйста, а кто сейчас осуществляет контроль, количество, качество драгоценных камней, металлов, находящихся в собственности юридических лиц, физических лиц? Есть ли по этому поводу должное законодательное регулирование, или, может быть, стоит поработать и над такими поправками, чтобы соответствующий порядок навести и в этой области с целью контроля, ну и, возможно, последующего декларирования и налогообложения? Спасибо. Депутату Данечку, вы включите микрофон. Спасибо, Олег Анатольевич, за ваш вопрос. Но, как вы, наверное, знаете, что достаточно специфическая тема по регулированию такого объекта, как драгоценные металлы и драгоценные камни по этому поводу существует и сегодня действует достаточно серьезный объем законодательства. Это решение указа президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. По большому счету, то, что сегодня вносится поправка в статью 12, она касается об уточнении полномочий субъектов Российской Федерации. Ну, ко второму чтению, если у вас есть какие-то предложения, я думаю, что мы с комитетом можем посмотреть. Спасибо. 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 Коллеги Бутли, желающие выступить. Есть? Включите режим записи на выступление. Ирина Михайловна, другую кнопочку нажмите. Покажите список. Ирина Михайловна, Гусева, выступление или поведение у вас? Включите микрофон депутату Гусевой. Я поведение. Хотела бы сказать, что сегодня действительно этой нормы недостаточны, и поэтому драгметаллы и работа с драгметаллами и камнями находятся в предприятийном управлении в регионах, комитетах по культуре. Спасибо. Иванов Сергей Владимирович, пожалуйста, выступление с места. Да, спасибо, Иван Иванович. Уважаемая Галина Иннокентина, вы знаете, если я кому-то что-то объясняю, а он не понял, я считаю, что это я плохо объяснил. Вот вы уж не сочтите за назойливость, но я все-таки попросил бы вас вот в своем заключительном слове рассказать не только мне, я думаю, что многие не знают о том, какие у нас субъекты Российской Федерации обладают вот такими вот запасами, которые они создали. То есть у них есть какие-то, не знаю, золотые фонды, алмазные фонды. И вот теперь мы принимаем какие-то изменения в законодательстве, которые позволят им оперировать всеми этими богачествами, вывозить их за рубеж. Если это так, то я просто, знаете, даже не знаю, как голосовать за данный проект, потому что у нас основное количество субъектов Федерации, они все дотационные. Они постоянно просят о том, что там деньги нужны и так далее. А оказывается, что некоторые из них могут создавать подобные фонды, потом их куда-то вывозить, а вот несовершенство нашего федерального законодательства им это не позволяет делать. Если это так, опять же, а стоит ли тогда вообще принимать подобные изменения, поскольку мы знаем, какие претензии к нам предъявляют. Только что-нибудь вывезли. Вспомните фирму Нога. Выезжаешь там на выставку, самолеты показывать там или парусник Крузенштерн, тут же появляются ушлые товарищи, которые говорят, а давайте-ка арестуем все это дело, поскольку Российская Федерация нам должна. А субъект Российской Федерации, это часть нашей страны. Если они что-то вывезут, где гарантия, что на это имущество не будет наложен какой-то арест по какому-нибудь иску какой-нибудь сомнительной фирмы? Еще раз говорю, может быть, я неправильно понял ваш доклад, но, пожалуйста, постарайтесь развеять это в своем заключительном слове. Спасибо. Спасибо. Слышенка Константин Григорьевич. С места включите микрофон. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, я, как и автор законопроекта, являюсь представителем Дальнего Востока. И могу сказать, на Дальнем Востоке есть три субъекта, которые добывают. Есть драгоценные металлы в Якутии, золото и металлы, и камни находятся в Магадане, на Камчатке. Поэтому считаю, что для Дальнего Востока этот законопроект очень актуален. И также необходимо констатировать вопрос полномочий регионов в отношении находящих их собственности драгоценных металлов и драгоценных камней. И эта норма остается неурегулированным действующим законодательством и обуславливает тем самым актуальность предоставленной законодательной инициативы. Предлагаемый законопроектом подход к решению данной проблемы представляется обоснованным и может быть поддержан при условии учета поступившей на законопроект замечания, который сказал представитель профильного комитета. Фракция «Единная Россия», конечно, будет голосовать за в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Заключительное слово Галина Иннокентьевна Данчикова, пожалуйста. Можно с места, да, Иван Иванович? Да, можно. Я, наверное, приношу извинения коллеге. Может быть, у меня был такой резкий тон, и поэтому такая реакция. Но я попробую объяснить сейчас коллеге, чем вызвано внесение данного законопроекта и именно внесение изменений в статью 12. То есть это уже действующая норма, и в этой норме, в преамбуле нормы сказано об использовании и обращении драгоценных металлов и драгоценных камней. Но внутри этой нормы нет уточнения, что относится именно к обращению использованию. Поэтому возник вопрос уточнения именно этих полномочий в рамках полномочий субъектов Российской Федерации. Теперь, по сути, вот то, что коллега на что обратил внимание и попросил бы пояснить ситуацию. Вообще данный закон был принят в 1998 году, и предметом регулирования данного закона были драгоценные металлы, драгоценные камни. По сути, государственные фонды, кроме гохрана Российской Федерации, казны как кладовой, в соответствии с этим законом могут создаваться госфонды субъектов Российской Федерации. Ограничений в этом нет. Единственное условие – это согласование с правительством Российской Федерации, и по этому поводу есть постановление, которое, собственно говоря, регулирует этот порядок. До 2015 года, по сути, в Российской Федерации в субъектах существовало таких 9 государственных фондов. Это, эти государственные фонды были созданы с 90, начиная с 96 года, республика Сахай-Якутия в Бурятии, в Туве, в Амузской области, в Магаданской. По сути, вот эти фонды были созданы и созданы были в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Речь не идет о безограничном вывозе из-за пределы долгоценных металлов и долгоценных камней. Сегодня уже закон, который действует, который был в 1998 году принят, он регулирует вопросы реализации долгоценных камней и металлов. Мы сегодня только уточняем статью 12 по полномочиям хранения и обращения. Это, ну, я приведу пример, в чем здесь заключается еще вопрос. Если нам нужно экспонировать куда-то, ну, имеется внутри субъекта, экспонировать данные предметы, то получается, что закон 1998 года, он не регулирует этот вопрос. Внутри статьи 12 такого права у субъекта нет. Вот как раз мы это и уточняем. То, что касается уточнений иных, то сегодня я могу отнести нас с вами к статье 1-й закон о долгоценных металлов и камнях. Если требуются еще какие-то пояснения, я могу, как бы, собственно говоря, их специально для коллегии дать. Вот, допустим, я хочу привести пример для того, чтобы нам с вами было понятно. Государственные фонды долгоценных металлов и долгоценных камней субъектов Российской Федерации могут создаваться по согласованию с правительством Российской Федерации. Это статья 9 действующего федерального закона 41-го. Закон не ограничивает перечень или число субъектов, которые могут создавать эти госфонды. Единственное условие – согласование с правительством Российской Федерации. То есть эти изменения не говорят о неограниченном вывозе драгоценных металлов и камней за пределы Российской Федерации. Спасибо. Спасибо. Сергей Иванович, будете выступать с заключительным словом? Нет. Коллеги, ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается в первом чтении. 26 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации в целях лишения права на занятия педагогической деятельностью граждан, совершивших правонарушения, связанных с подготовкой и проведением выборов. Докладывает Валерий Федорович Рашкин. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами обсуждаем законопроект, который предусматривает лишение права на занятия педагогической деятельностью граждан, совершивших правонарушения, связанных с подготовкой и проведением именно выборов. Целью этого законопроекта является отстранение от образовательной деятельности педагогических работников, виновных в нарушении принципов одного из фундаментальных демократических институтов выбора. В настоящее время одной из серьезных проблем избирательного процесса в нашей стране является фальсификацией с участием членов избирательных комиссий, которые обязаны обеспечивать законность выборов. Однако, вместо этого занимаются нарушениями избирательного законодательства. При этом, на сегодняшний день, подавляющее большинство членов участковых избирательных комиссий относятся к категории педагогических работников, то есть людей, занятых в социально значимой сфере, предполагающей высокую степень ответственности и порядочности. Как мы видим, к сожалению, на сегодняшний день сложилась порочная практика, при которой правонарушители, в том числе и преступники, виновные в имеющем масштабные негативные последствия искажения воли и изъявления избирателей, продолжают воспитывать и обучать наших с вами детей. Это недопустимо. Не случайно заслуженный учитель России, заведующий кафедрой истории в гимназии номер 1567, Тамара Эндельман, педагог с 30-летним стажем, в свое время записала видеообращение к московским учителям с призывом не допустить фальсификации на избирательных участках, расположенных в их школах. Вот ее высказывание. Невероятно обидно, унизительно слышать, что сейчас говорят об учителях. Со всех сторон раздается, учителя снова будут фальсифицировать выборы. И ведь это правда. Если вы на избирательных участках будете фальсифицировать протоколы или позволите другим это сделать, как вы потом войдете в класс? Как будете смотреть в глаза детям? Согласно действующей норме Трудового кодекса Российской Федерации, лица, имеющие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести, могут быть допущены к педагогической деятельности по решению комиссии по делам несовершеннолетних. Преступления в сфере выборов, согласно действующему законодательству, относятся к категории небольшой или средней тяжести. В этой связи законопроект предусматривает дополнение указанной нормы словами «за исключением воспрепятствования осуществления избирательных прав или работе избирательных комиссий, фальсификации избирательных документов, документов референдума и фальсификации итогов голосования». Соответственно, предлагается дополнить и перечень лиц, которые не допускаются к педагогической деятельности. Разумеется, нам необходимо иметь в виду и тот факт, что педагогические работники зачастую являются лишь исполнителями правонарушений, и мы должны разрабатывать меры для ужесточения ответственности именно организаторов фальсификаций на выборах. Однако предложенный законопроект призван решать важную социальную задачу. Он позволит отстранить от воспитания и образования наших детей еще одну категорию лиц, которой не место в педагогической сфере. Поэтому мы и призываем поддержать прижженный законопроект в первом чтении принять как концепцию. Спасибо. Спасибо, Валерий Федорович. Содокладом выступает Михаил Васильевич Тарасенко. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, законопроектом предлагается расширить в Трудовом кодексе перечень лиц, недопускаемых педагогической деятельности, включив в него нарушителей избирательного законодательства, членов избирательных комиссий, привлеченных к уголовной либо административной ответственности. Комитет полагает, что достаточных оснований для внесения соответствующих изменений в законодательство нет. Действующей редакцией Трудового кодекса установлен запрет на занятие педагогической деятельностью лицам, имеющим или имеющимся судимость, подвергавшимся уголовному преступлению за совершение определенных уголовных преступлений. Нет такого. Есть запрет только на тех, которые неблагоприятно воздействуют на психическое, духовное, нравственное, физическое развитие детей. Обращаю, уважаемые коллеги, ваше внимание, в настоящее время в числе недопускаемых в педагогической деятельности вообще не предусмотрена категория лиц, совершивших административные правонарушения. Введение этой нормы фактически уравняет степень общественной опасности уголовного преступления и административного правонарушения. Кроме того, и с моральной точки зрения, степень опасности лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за факты фальсификации на выборах, по сравнению с другими уголовными преступлениями, которые не попадают в перечень 331 статьи, вряд ли более велика. По итогам 2016 года, по данным судебного департамента Верховного Совета Российской Федерации, за нарушение избирательного законодательства к административной ответственности было привлечено 2358 человек. Это при том, что только участковых избирательных комиссий было более 95 тысяч, и в них работало более миллиона человек. А к уголовной ответственности по статьям 141 и 142 Уголовного кодекса привлечен всего 21 человек. Утверждение авторов законопроектов пояснительной записки, а сейчас прозвучавшей в докладе, цитирую, «На сегодняшний день подавляющее большинство членов участковых избирательных комиссий, обязанных обеспечивать законность выборов, однако вместо этого совершивших нарушение избирательного законодательства относятся к категории педагогических работников». Спорное утверждение. Я не смог в Центральной избирательной комиссии получить данные о количестве педагогов в избирательных комиссиях, но полагаю, что данные по области, которую я представляю в парламенте, Липецкой, можно интерполировать и на Россию. Так вот, среди членов участковых избирательных комиссий педагоги составляют менее 25%, среди территориальных комиссий менее 4,5%. Кроме того, изменения в кодексе сформулированы как установление исключения из общего правила. В то же время, с самого этого общего правила, из которого авторы предлагают сделать исключение, трудовой кодекс не содержит. Преступления, связанные с воспрепятствованием о существовании избирательных прав, посвящены статьи Уголовного кодекса, входящие в главу 19 «Преступление против конституционных прав и свобод человека и гражданина». А авторы совершенно другую главу вводят сюда в своем документе. Результат рассмотрения законопроекта органами государственной власти может быть представлен следующим образом. Два субъекта федерации получены положительные отзывы от органов государственной власти, шести субъектов отрицательные. Мнение остальных считается невыраженными. Комитет Совета Федерации по социальной политике не поддерживает концепцию, правительство не поддерживает законопроект. Стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющие Общероссийские объединения правсоюзов и Общероссийские объединения работодателей, законопроект не поддерживают. С учетом изложенного комитет считает предложить Государственной Думе отклонить законопроект в первом чтении. Спасибо, Михаил Васильевич. Коллеги, будут ли вопросы? Есть, включите режим записи на вопросы. Покажите список. Коллеги, давайте, может быть, сразу договоримся вот о чем. Мы рассмотрим 26-й вопрос, который начали рассматривать, вот этот. И у нас еще 7 законопроектов по сокращенной процедуре и один проект протокольного поручения. Можно на этом договориться? Хорошо, приняли. Переходим к вопросам. Плетнева Тамара Васильевна. У меня вопрос к Валерию Федоровичу. Все понятно давно и всем, что, конечно, как по старинке учителей сажали, потому что это люди, в смысле сажали на избирательные участки, это люди грамотные, это люди исполнительные, и хотят они, не хотят, их заставляют, и все это прекрасно знают, что их там большинство. Но если мы этот законопроект примем, не кажется ли вам, что учить детей будет некому, потому что они все там находятся и все фальсифицируют? Депутату Рашкину включите микрофон. Спасибо, Тамара Васильевна, огромное. Значит, принятие концепции «Дали законы» в этой редакции, я считаю, мы тем самым защитим учителей от первого позора, второе, значит, у них будет право апеллировать вышестоящим начальникам, директорам, главам и всем остальным, взяв в руки закон и говорить, у нас единственная возможность заработать себе кусок хлеба, воспитывать своих детей, одевать, обувать, это педагогическая деятельность. А вот это то, что вы нас заставляете, потому что не учителя в большинстве своем идут на фальсификации, а их заставляет это делать. Данный закон – это как защита педагогов от возможной фальсификации результата выборов, и они нас будут просто благодарить. Именно как раз после этого закона они будут спокойно учить и не будут, так сказать, смотреть в глаза родителям и ребятишкам за возможные или совершенные преступления в ходе проведения выборов компаний. Я считаю, наоборот, мы получим достойных педагогов, которые спокойно работают у нас в школах, и мы забудем вопрос о фальсификациях с участием учителей. Спасибо. Корниенко Алексей Викторович. У меня вопрос Валерия Фёдоровича Рашкина. Безусловно, концепция стоит одобрить. Почему? Потому что люди, которые идут на фальсификацию выборов, это государственные преступники. И поэтому я думаю, что их, вне зависимости от того, учитель, либо муниципальный служащий, либо человек, который не относящийся к работникам системы образования, должны нести ответственность. Вот в своём садокладе Михаил Васильевич назвал цифру «21 человек привлечено к уголовной ответственности». Скажите, пожалуйста, Валерий Фёдорович, может, у вас есть эта статистика, сколько из них являются учителями? Спасибо. Депутата Рашкина включите. Спасибо, Алексей Викторович. У нас система, к сожалению, такова, что миллионы жалоб на фальсификацию в проведении выборных кампаний, будь то Государственной Думы, местные выборы, в ЗАГС-собрании, мэры, губернаторы. К сожалению, эти жалобы проходят сито рассмотрения избирательных комиссий, где большинство представителей Единой России тоже того же учительского коллектива. Второе. Выходят на вышестоящие органы. Там они зачастую не рассматриваются, не говоря уже о судах. Потому что, как мы говорим, о суде кто? Самый главный страшный вопрос для Российской Федерации, что правосубие с точки зрения наведения порядка и законности именно в выборной системе, я считаю, не работает. Поэтому так мало судебных решений, которые наказывают за нарушение выборного законодательства членов комиссий, отстраняют ее, будь то административные или уголовные. На самом деле мы проходили с вами не раз десятки выборов всех уровней, и мы знаем, как эта система работает как конвейер, как механизм. Поэтому та статистика, которая была озвучена, она и на один процент не отражает действительности с точки зрения фальсификации и недопущения пресечения этих фальсификаций. Поэтому данный закон исходит из практики, которая есть в Российской Федерации, для того, чтобы вот это пресечь, данной концепции закона. Спасибо. Станкевич Игорь Валентинович. Уважаемый Валерий Федорович, а почему вы не включили социальных работников и медицинских работников в этот законопроект? Вы что, больше всего ненавидите педагогических работников, а врачей меньше? Депутату Рашкину включить микрофон. Спасибо огромное. Я очень люблю учителей. Я помню свою первую учительницу и уйду в мир иной с огромнейшим и огромнейшим уважением к моей первой учительнице. У меня сейчас ходили дети, сейчас ходят пять внуков и внучек в школу. Я преклоняюсь перед педагогическим коллективом. Это великие труженики и труженицы. Но те, кто заставляет их не по профилю, а на выборах. Не тогда, когда они учат математики, физики, химии, ботаники наших детей, наших учеников, а когда приходят выборные кампании, выборы. И они потом прячут глаза, эти же учителя прячут глаза, когда мы им жалобы строчим, хватаем за руки и говорим, остановитесь. Это не их профиль. Мы не можем запретить формирование избирательных комиссий без учителей. Но так, к сожалению, сложилась практика выборных выборов, что основные территории, которые отдаются под проведение выборных кампаний, это школы. Основа формирования избирательных комиссий это учителя и директора школ, где там они работают. Контроль за выборной системой, обеспечение выборной системы, разнос тех же самых приглашений. Все это переходит через их руки. Поэтому мы берем по нашей практике как раз ту самую массовую часть работников педагогической, которая в этом задействована. Да, врачи, они не просто на порядок, а просто практически совершенно не используются в качестве членов комиссии и привлечения их к проведению выборных кампаний. Это мы изучили, проанализировали, и именно на эту категорию и направлен данный закон, на педагогический администратор. Спасибо. Гартон Хвалерий Карлович. Уважаемый Иванович, я сначала попрошу вас сделать замечание в зале очень шумно. Мы важный вопрос обсуждаем. Коллеги, просьба действительно, я понимаю, что уже все устали, рабочий день к концу подходит, но все-таки потише, чтобы мы могли в более нормальной обстановке обсуждать законопроект. Спасибо. Спасибо большое. Вот теперь уже хотя бы собственный голос теперь слышно. Я хотел задать вопрос Михаилу Васильевичу. Михаил Васильевич, вы позицию комитета когда озвучивали, вы такой тезис высказали, что почему только за эти преступления, есть же более опасные преступления. Вот скажите мне, пожалуйста, если во втором чтении мы распространим, скажем, поменяем закон и не только преступления во время выборов, но и все преступления, то вы бы поддержали такую концепцию? Спасибо. Нет, я такую концепцию не поддержу, потому что такая концепция противоречит положению позиций конституционного суда, когда не может распространяться запрет на профессии. А вы фактически вводите запрет на профессии. И получится, что если человек нарушит правила движения и совершит дорожно-транспортное происшествие, то он уже не сможет быть педагогом. И я мог бы дальше продолжать этот перечень. Но я хотел бы, спасибо вам, Валерий Карлович, за ваш вопрос. Я хотел бы сказать, вот здесь прозвучало, статистика не та, суды не берут. Дорогие друзья, а вам не кажется, что это очень напоминает? Никому не хочется признавать поражение на выборах. Не мы проиграли, а сфальсифицировали нам выборы. Не напоминает вам это то, что делает Родченко, Вада по Олимпийским играм. Не мы проиграли, а нас подставили. Вот что получается. Скрух, Валерий Степанович. Уважаемый Иван Иванович, сегодня априори наши авторы законопроекта, учителей делают виновными, делают преступниками. Мы просьба к вам, Иван Иванович, сделайте замечания, и такие попытки пресекать надо. А что касается авторов законопроекта, я, Игорь Вячеславович, Валентинович задал вопрос. У нас же есть еще и, кроме медиков, у нас же и военные гарнизоны. У нас же есть много избирательных комиссий порядочных, хороших людей. Если кто-то где-то нарушил, то зачем это на всех распространять? И предложение к автору законопроекта. Отзовите свой законопроект. Валерий Степанович, ну это реплика, да. Законопроект нечем в соответствии с регламентом, мы тут ничего не можем с вами сделать. Он прошел Совет Думы и вынесен на пленарное заседание. Коллеги, будут ли желающие выступить? Есть, включите режим записи на выступление. Минимум четыре. Покажите список. Ну, коллеги, мы договорились, в каком режиме мы с вами работаем. Шерин Александр Николаевич, пожалуйста. Как хорошо, что Шерин. Три минуты. Вы знаете, когда обсуждали данную инициативу, прям вспомнил фильм «День выборов», первая часть, когда Шнура просят удалить там слова из песни, а ему, он отвечает, вы что, ради этого все и писалось, ради этих слов. То есть ради этого все и писалось, то, что вы хотите удалить, коллега. Конечно же, будет возмущение. Как же так? В избирательную комиссию направить людей, которые будут абсолютно независимы от местной администрации. То есть попытка ваша понятна. Сделать таким образом, чтобы педагоги, которые будут работать на избирательном участке, которые в основном открываются в школах, все участковые избирательные комиссии, они в основном открываются в школах. И, естественно, в состав участковой избирательной комиссии попадают преподаватели, которые, естественно, зависимы от органов местного самоуправления. Они получают эту заработную плату свою, крохотную, но хотя бы хоть такая зарплата есть в тех местах, где другой работы нет. И, конечно же, эти абсолютно зависимые люди должны каждые выборы переступать через себя. И, естественно, они будут всегда говорить о том, что выборы прошли честно и справедливо. То есть, если мы так дальше пойдем, по мнению автора законопроекта, это мы действительно можем на все избирательные участки ввести аппараты биометрические, которые бы определяли человека, который голосует, чтобы он не мог голосовать ни за кого другого. Это мы действительно сможем отменить голосование на дому, где под пристальным вниманием работников соцслужбы этот неходящий пенсионер, всего боящийся, что на следующий день к нему не придут работники соцзащиты, просят показать ему, где нужно поставить галочку. Это значит, что получается, что личный состав воинской части не сможет голосовать под пристальным вниманием своих командиров и начальников? То есть, вы совсем предлагаете сделать прозрачные, честные и чистые выборы, чтобы в участковых избирательных комиссиях были члены комиссии, которых может политическая партия отозвать, а не один раз в пять лет их назначить, и они становятся полностью в подчинении у председателя участковой избирательной комиссии, который определяет, сколько они получат денег в зависимости от того, сколько они продежурили часов. А дежурить они, получится по документам, будут столько, как они себя хорошо вели в день выборов. То есть, конечно, мы вашу инициативу поддержим, но вы полностью пытаетесь разрушить систему честных и прозрачных выборов, которые нужны действующей власти для того, чтобы по-прежнему говорить о том, что вы всех нас обвиняете в нечестных выборах, потому что вы не можете завоевать мнение избирателей. Поэтому, уважаемый коллега, мы все инициативы направлены на прозрачность и честность выборов будем поддерживать. Фракция ЛДПР за выступает, и мы неоднократно выходили с такими предложениями. Но вы должны понимать, что пока у определенной партии более 50% голосов в Государственной Думе, ни одна такая инициатива никогда не пройдет, потому что действительно придется бороться в честной конкурентной борьбе, а это недопустимо. Мы дойдем до того, что тогда и рекламные щиты мы должны будем разыгрывать по конкурсу, а не спрашивать у администрации, разрешают нам в центре города разместить рекламные щиты или нет. Получится совершенно честная, чистая, прозрачная избирательная кампания. Поэтому сегодня им выгодно, чтобы были зависимы от местных органов самоуправления учителя, участковых избирательных комиссий, поэтому они эту инициативу не пропустят, а ЛДПР за вашу инициативу. Спасибо. Спасибо. Гартон Валерий Карлович. Гартон Валерий Карлович, пока три минуты ставлю. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, постараюсь быть кратким. Но действительно, коллега из ЛДПР сказал, не в бровь, а в глаз, действительно, покусили на самое святое, на институт честных и чистых выборов. Но я приведу примеры, почему нужно принимать такой законопроект, и почему «Справедливая Россия» будет голосовать за него. Безусловно, надо учителей защитить от тех деяний, которым их принуждают во время выборов. Но надо о справедливости ради сказать, что нужно всех остальных государственных служащих защитить. И, может быть, во втором чтении можно было распространить эту норму на другие категории граждан. Я приведу только один пример честных и чистых выборов. Декабрь 2011 года, школа номер 13, города Челябинска, где, скажем так, в течение четырех лет был судебный процесс, в итоге отменили результаты выборов, подтвердили вбросы, подтвердилось, что там аномальная явка, когда на соседних участках явка была 50%, на этом 97 оказалось, каким-то образом, там 90, больше, чем 90. Директор школы, школа номер 13, Лариса Рушанина, была председателем избирательной комиссии, результаты которой были отменены. Когда завершился суд, ну, понятно, нашли членов избирательной комиссии, которых осудили, вот, но в 16-м году директор этой школы получает премию законодательного собрания. Ну, я так к примеру хочу сказать, что да, осудили, да, аннулировали, но вот вам премия законодательного собрания директору этой школы. Ну, вот как бы так, да. Поэтому, конечно, если бы такого цинизма не было, да, то, наверное, не было бы таких законопроектов, которые мы сегодня обсуждаем. Поэтому, ну, надо с пониманием отнестись к тому, что внесли авторы. Да, безусловно, с юридической точки зрения есть к нему вопросы, но никаких проблем урегулировать эти вопросы во втором чтении нет. И самое главное хочу сказать, что пока у нас будут фальсификации, и пока, к сожалению, у нас в этих фальсификациях принимают участие государственные служащие, такого рода законопроекты будут появляться. И мы предлагаем всем депутатам Государственной Думы принять в первом чтении этот законопроект, а потом его уже распространить на всех государственных служащих, для того, чтобы их защитить от такого давления со стороны начальства. Спасибо. Спасибо. Я, Вера Анатольевна. Я понял, что это правильно. Уважаемые коллеги, я учитель с 33-летним стажем. И мне тем более обидно и больно слышать вот то, о чем мы сегодня говорим. Я не могу не признать правоту Валерия Федоровича. Это действительно так. И я сталкивалась сама неоднократно с попытками фальсификации на выборы. Более того, когда шла на выборы сама, одна, так скажем, руководитель, женщина, она стала начальником управления образования только потому, что устроила провокацию, по которой я просто-напросто не была допущена к выборам. Я сама прошла через это. Я знаю, как это больно и как это страшно. Но учителя сегодня это заложники ситуации. Заложники. Вы понимаете, когда начальник управления образования, которому предварительно позвонил глава района, звонит директору школы и говорит, что ты должен сделать то-то и то-то, директор школы вызывает учителей, которые являются членами избирательных комиссий, и говорит им, если вы не сделаете вот это, меня уволят, а я вас уволю и так далее. То есть разменная монета – это рабочее место этого человека. Не сделаешь так – уволим. Поэтому я считаю, что сегодня нужно прежде всего защитить учителя. Действительно некуда пойти, особенно в районном центре, а в селе. Куда она пойдет? На ферму? Так фермы тоже нет. Поэтому надо, естественно, сегодня искать варианты. Вот это то, что предлагает Валерий Федорович, один из вариантов – защитить учителя. Именно учителя. Но не только учителя. Я не согласна. Есть и врачи, и медицинские сестры, есть социальные работники. Они все до одного тоже оказываются в этой ситуации. И нужна действительно защита. И учителя сегодня требуют этой защиты, потому что учителя – заложники. Но, может быть, нам еще нужно посмотреть и о том, что если выборный участок находится в школе, то почему обязательно директор школы и учителя должны быть в этой избирательной комиссии. Давайте посмотрим мы и такой вариант. Ведь это тоже своеобразная степень защиты. Поэтому, дорогие коллеги, конечно, нельзя делать учителей заложниками ситуации. Но не мы делаем. Не мы. Сегодня делает именно исполнительная власть их, этими заложниками. И это надо пресечь. Спасибо. Спасибо. Катасонов Сергей Михайлович. Он просит три. Я не могу, когда просит три, семь ставить. Я прошу две. С перевыполнением сегодня. Я тоже хотел привести пример, с которым мы всем с вами сталкиваемся. Это когда те директора школ, с которыми мы, как депутаты, можно сказать, живем душа в душу. Приходим на праздники, помогаем, скажем так, оформляем что-то, оказываем помощь в приобретении оборудования для классов и так далее. И совершенно другая ситуация, когда мы приходим на выборы, я в ужасе. Тот человек, с кем я работал много лет, может быть, уже депутатом горсовета, еще потом ЗАГСОБа, этот человек начинает, скажем так, не знает, как себя вести, потому что команда пришла одна, а не выполнить ее невозможно. Я даже ей говорил, давай скорую вызовем, раз такое дело, и вывезем тебя, а тут дальше пусть зам кто-то будет исполнять обязанности. Проблему эту надо решать. У нас четыре случая было, когда рассказывали, что неизвестно, где эти учителя и какие случаи. У нас только в Оренбургской области в 2014 году четырех учителей в Палмаревском районе осудили, и люди пошли на улицу. Поэтому я бы зашел к этому вопросу с другой стороны. Давайте мы тех людей, которые учат наших детей, нас учили, давайте мы их оградим от возможности попасть под уголовную статью. Мне кажется, и такая инициатива сейчас есть во фракции ЛДПР, мы бы зашли с другой стороны и запретили быть руководителями участковых избирательных комиссий, педагогам, которые работают в этой школе или на предприятии, то, о чем мы говорили. Тем самым мы бы их спасли и нашли решение данного вопроса. А менять законодательство, я думаю, что сегодня и так мы имеем. Вот я вам говорю, по примеру Оренбургской области, когда четырех осудили, все они были лишены работы. Премию никому не выдали, оштрафовали по уголовной статье на 100 тысяч рублей. Конечно, сумму администрация им это возместила, но жизнь людям, директорам школ, была испорчена. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы в эти ситуации не попадать, нам нужно просто запретить работать председателями комиссии вот этой категории. Тогда мы хоть как-то поможем и настроимся на эту тему. Спасибо. Спасибо. Коломейцев Николай Васильевич. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, для того, чтобы оценить объективность избирательной системы, надо поучаствовать в выборах не благодаря, а вопреки. Тогда сразу все становится понятно. Я имею 8 фильмов по нарушению. Вы все видели на прошлых выборах в Госдуму участок 1958. Футбольная стенка из учителей, за которой зауч бросает два приема пачки бюллетеней. Еще ближе. Последние выборы муниципальные в Москве. Микрорайон Новопеределкино. Не помните? Все посмотрели? 36 участков, не я, приняли решение всех председателей отстранить за день до выборов и назначить новых. Но это же коррупция на выборах. В большей части стран вообще преступления по фальсификации выборов являются тяжкими. Во Франции, к примеру, выборы проводит МВД. И в ряде еще стран. Поэтому здесь ведь не предлагается всех учителей чохом взять и в чем-то обвинить. Здесь предлагается тех, кто фальсифицирует. В Ростовской области в прошлом созыве на прошлых выборах в законодательное собрание ездила думская комиссия. В городе Шахты 120 участков сфальсифицировали, вдумайтесь, переделали печати комиссии, сделали ее на 2 миллиметра мерча для того, чтобы выдавать неправильные протоколы. Это ведь подтвержденные факты. В городе Азове заведующий детским садом, чтобы от уголовного преступления отвести, признают неуменяемой. Потом говорят, что же мы наделали, давайте назад. Здесь ведь вы поймите, мы с вами находимся на очень тонком льду сегодня. С одной стороны, доклад о противодействии врагам США, который будет 2 февраля. С другой стороны, 700 человек в очереди в лавалете, которые хотят купить гражданство. Купили 700, точнее, а еще 700 стоят. Понимаете? С третьей стороны, как вы можете оценить заявление председателя Центральной избирательной комиссии в адрес губернатора Алтайского края? Что она выдумала, что ли? Что собраны заместители губернаторов, дана команда 70 по 70. Как они будут ее реализовывать, если этого не будут члены участковых комиссий? Здесь, коллега мой, не прав. Большая часть участковых избирательных комиссий – это врачи, учителя и социальные работники. Раньше это были заводы. Сегодня заводы позакрывали, уже, особенно в селе, некого поставить. Понимаете? Зачастую семейный подряд. Поэтому, с моей точки зрения, нам с вами надо переходить к честному подсчету голосов, и тогда никого не надо будет отстранять от работы и объявлять персоной нонграта в образовании. Поэтому мы предлагаем концепцию поддержать, во втором чтении… ...доработать и вообще-то правильно считать. Спасибо. Спасибо. Нилов Олег Анатольевич. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, не буду убеждать самых, наверное, опытных людей в России, которые прекрасно понимают, что такое выборы, что такое политика, борьба, дрязги, грязь. И даже многоточие дальше поставлю. Моё предложение, уважаемые коллеги, действительно, давайте хотя бы оставим чистые зоны. Ну, медики понимают меня. Есть чистые зоны, куда нельзя тащить эту грязь. Да, не повезло кому-то участвовать в выборной кампании. Да, терпите. Значит, оденьте, не знаю, сапоги, любую робу, защиту. Таков ваш выбор. Но тащить это в храм, действительно, самый святой храм, он не менее свят, чем тот храм, из которого призывал Христос изгнать, менял и ростовщиков. Я абсолютно согласен вот с идеей, которая уже прозвучала. Не надо туда тащить эту грязь, если мы все признаём, пусть не с трибуны, вот там сейчас выйдем в колуары, признаем, что это грязь. Это не тот пример, не эту инфекцию нужно приносить в храм науки, образования, ценностей, ну и в медицинские учреждения то же самое. Давайте их оставим. Для чего я и предлагаю вот добавить в перечню государственных служащих, военных, полиции и так далее, и так далее, именно и учителей, и врачей. Это много раз. На протяжении более 20 лет я общаюсь с учителями, и они просят об этом. Оставьте их в покое. Дайте им возможность готовиться к первому сентября, в августе, в июле месяце, а не таскайте их по заседаниям тиков, уиков. Что мы делаем, да? Неужели нет других людей, даже в самом последнем селе? Они есть. Поэтому вот давайте и эту проблему в обязательном порядке обсуждать. Потом будем разбираться, как очистить все остальное. Но сегодня я предлагаю, да, вот вообще не привлекать ни директоров, как Сергей Михайлович сказал, а вообще учителей и врачей к избирательным кампаниям. До тех пор, пока не сделаем их вот теми чистыми и прозрачными, ну, о которых я услышал вот здесь реплика из трибуны. Все у нас, мол, в этом деле в порядке. Давайте себя не обманывать, а беречь самое главное. Через учителей мы будем беречь наших детей. Я в кошмарном сне не могу представить себе, чтобы наших детей и внуков воспитывали те учителя, которые становятся по не знаю по какой причине, приказу, указу из корыстных соображений моральными уродами. Вот этих моральных уродов нельзя ни в коем случае не только там оставлять, их нельзя, ну, такими действиями там создавать. И если уже пока невозможно, значит, использовать другое помещение, то пусть партии делают кабинеты имени там справедливой коммунистической партии, спортзалы, актовые залы, и таким образом, ну, хоть как-то проводят свою избирательную кампанию. Спасибо. Заключительное слово Валерий Федорович Рашкин. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы все удивляемся, когда ученики начинают с топором рубить своих младших школьников, на учителей бросаются, с ножами выходят. Это делается у нас, в России. А мы говорим, что учителей, которых заставляют идти на преступления, мы говорим о всех учителях. Не надо передергивать. Мы же знаем, что такое учитель. А мы говорим, вот виновны те, кто их заставил, и они идут на это. Школьники это видят. Родители это видят. И это двойное дно в воспитании наших учителей. Потом выражается в преступлениях с топорами. Вот давайте подумаем об этом, когда будем сейчас голосовать за концепцию или не концепцию. Или вам мало болотных, или площадь революции в Москве или Манежная. После выборов очередных Госдумы и президента народ вышел оттуда. Почему? А потому что массовые фальсификации и недоверие выборам. Вам нужны эти шествия и митинги? Они будут. Поэтому данный закон, он направлен на то, чтобы выборы вот президента, они уже идут. Вы сделайте подарок Путину Владимиру Владимировичу, Единая Россия. Пойдите навстречу тому, чтобы защитить учителей и ликвидировать даже возможность фальсификации на этих выборных кампаниях. Мы же все хотим, чтобы выборы президента были честные, открытые, конкурентные. И никаких вопросов не было, чтобы люди потом не повалили на площади. Ведь это мы хотим. Так пойдите навстречу. Вы говорите, закон-то больше профилактического характера. Мы даем право учителю защитить себя. Вот вас будут обнимать, те, кто не проголосует за эту концепцию, вас будут обвинять учителя, чтобы вы им не дали возможность защитить себя, чтобы они работали в школах. Вот о чем речь идет. Я сам участвовал в Некрасовке, в Москве на выборах в Госдуму, в этих самых каруселях. Хватал лично я за руки, лично учителей потом судили. Лично. И они говорили, да не надо нас напрягать, не будем мы в этих комиссиях. Дайте нам спокойно ваших детей воспитывать. Вот на что направлен данный законопроект. Поймите это. Вас благодарить. Всех нас будут благодарить, учителя, спокойно вздохнув и работая на педагогическом поприще. И далее. Чтобы они не хлопали глазами и спокойно смотрели родителям и учителям, когда их не заставили фальсифицировать. Комитет, аргументы. Законопроект содержит ограничения для отдельных лиц на занятия педагогической деятельности, а значит ограничивает их права на труд. Да. Это ограничение есть по другим профессиям и по госслужбам. И это практика наша с вами законодательства. Мы сознательно идем на это. Сознательно. Чтобы не было преступления. Далее. Статья 55 Конституции. Права и свободы человека гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях. Зачитывая. Основ конституционного строя как раз и направлены на то, чтобы не было захвата власти. Фальсификация выбора это захват власти. Вообще-то за захват власти к стенке надо, так сказать, сразу высшие меры наказания. А здесь всего лишь запрет на профессию. Мягкие. Мягкая. Прав и законы интересов других лиц. А это как раз других лиц. Десятки тысяч кандидатов в депутаты и президенты касается. То есть как раз подтверждает, что этот закон надо принимать. Безопасность государства. Это как раз и есть безопасность государства. Разумности и справедливости. Как раз это разумно и справедливо. Нарушитель, преступник не должен воспитывать наших детей. Мы не говорим все учителя. А кто пошел на это и доказано. Самое главное, это доказано. Тогда мы говорим, вы нарушили избирательное законодательство. Вы преступили закон. Вы преступники, не имеете права учить наших детей. И в практике у нас есть запрет на педагогическое действие. Уже есть. Есть. Если ты осужден, значит не можешь быть педагогом. Это уже есть в нашем законодательстве. Мы предлагаем еще то, что связано с выборным законодательством, добавить. Это не новое какое-то в нашем законодательстве и какого-то ноу-хау. Продолжим, ужесточим эту норму, чтобы не были фальсификации. И последнее. Преступление против основ конституционного строя и безопасности государства. Вот это и есть как раз норма. Она указана, поэтому предлагаем поддержать концепцию закона. Судокладчик Михаил Васильевич Тарасенко. С места включить микрофон. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Вы знаете, я думаю, я выражу мнение многих находящихся в этом зале, что мы находимся сейчас как бы в королевстве кривых зеркал. Проводить параллель между выборами и больным человеком, который с топором бросался на учителя, и из этого пытаться делать какие-то выгоды, какие-то политические дивиденды искать. По-моему, это уже цинизм. Я еще раз подчеркиваю, более миллиона человек работало в участковых комиссиях. Только 21 уголовное дело и одно только дело против педагога из этих 21. Господа, может быть лучше все-таки не запрет на профессии, не защищать педагогов запретом педагогической деятельности, а идти в суды. Вы представитель авторитетнейших уважаемых партий. Если вы бросите силы на то, чтобы в судах неформально подходили к этому, то можно навести порядок. И я думаю, что вот это путь, а не охота на ведьм через запрет профессии. Коллеги, ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Отклоняется законопроект. Поведение Виктора Петровича Водоладских. Только если поведение, Виктор Петрович. Да, поведение. Для справки. С 1991 года в Азове ни один руководитель садика не признавался неуменяемый. Спасибо. Иванов Сергей Владимирович. Да, Иванович, я прошу прощения, но Михаил Васильевич призвал нас идти в суды, а вмешательство в деятельность суда депутатам запрещено. Вы все это знаете. Ну, он, наверное, имел в виду доказывать правоту свою. Да, хорошо. Коллеги, переходим к рассмотрению 55-го вопроса и следующей по сокращенной процедуре. 55-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статье 13 и 14 федерального закона о ветеранах. Докладывает Владимир Иванович Мельник. Вместо включить микрофон. Уважаемый Иванович, комитет рассмотрел данный законопроект и предлагает его отклонить. Спасибо. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите ускоренный режим голосования. У меня просьба дальше ускоренный включать режим голосования. Покажите результат. Отклоняется законопроект. 68-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации. Павел Михайлович Федяев. Коллеги, по сокращенной можно с места. Иван Иванович, уважаемые коллеги, данный законопроект предлагает внести изменения в градостроительный кодекс в части правового регулирования Института публичных слушаний. Это вопрос, конечно, очень важный. И существует поручение президента о том, что Институт публичных слушаний нужно совершенствовать. И законопроект был внесен в шестом созыве. Но напомню, что в седьмом созыве был внесен правительственный законопроект как раз на эту же тему. И мы его приняли 23 декабря 2017 года в третьем чтении. На этот вопрос, в принципе, решили. Все вопросы, которые ставили авторы этого законопроекта, гораздо более глубоко и, можно сказать, качественно были закрыты правительственным законопроектом. На данный законопроект существует отрицательное заключение ГПУ, комитетов соисполнителей. Правительство также не поддерживает. Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству рекомендует Государственной Думе данный законопроект отклонить. Спасибо. Спасибо. Включите ускоренный режим голосования. Отклоняется законопроект 69 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Галина Иннокентиевна Данчикова. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, Костомская областная дума внесла проект закона о внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса. Предлагается внести изменения в условия, при которых задолжен платежам бюджет может быть признана безнадежной к взысканию и списана в части корректировки под пункта 5 и введения нового под пункта 6. Однако предлагаемые изменения создают риски необоснованного признания безнадежной к взысканию и последующему списанию задолженности потенциально возможных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. А формулировки имеют юридически неоднозначное толкование. Счетная палата Российской Федерации, правительство Российской Федерации, правовое управление Госдумы и комитет по бюджету и налогам данный законопроект не поддерживает и рекомендует Госдуме его отклонить. Спасибо. Спасибо. Включите ускоренный режим голосования. Покажите результат. Отклоняется законопроект. Семидесятый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части совершенствования порядка учета прав собственности при решении корпоративных конфликтов. Доклад докладывает Данила Евгеньевич Шелков. Да, спасибо. Данный законопроект был внесен в Государственную Думу 24 апреля 2009 года. Комитет по финансовому рынку рассмотрел его и рекомендует Государственной Думе отклонить в связи с утратой актуальности. Спасибо. Включите ускоренный режим голосования. Покажите результат. Отклоняется законопроект. Семидесятый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в ЖК РФ и отдельный законодательный акт РФ. Галина Петровна Хованская докладывает. Спасибо. Концепция законопроекта правильная. Документ, в общем-то, неплохой. И его бы стоило поддержать, если бы мы с вами уже не внесли более системный законопроект 21 декабря за номером 346-930-7. Он более системно решает проблему дробления долей. Тема очень актуальная. Предлагаем не поддерживать законопроект. Спасибо. Включите ускоренный режим голосования. Покажите результат. Отклоняется законопроект. Семидесятый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 16 Водного кодекса Российской Федерации. Николай Владимирович Малов. Спасибо. Уважаемый Иван Иванович, коллеги, данный законопроект был рассмотрен нами на заседании профильного комитета. Комитет рекомендует отклонить данный законопроект в первом чтении. Прошу поддержать. Спасибо. Спасибо. Включите ускоренный режим голосования. Спасибо. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, данный законопроект рассмотрен комитетом по вопросам семьи и женщин. и детей и просит его отклонить. В связи с тем, что изменения, предлагаемые законопроектом, уже вошли в закон, который был принят в конце декабря 2017 года. Включите ускоренный режим голосования. Не включается. Еще раз перезагрузите и включите. Пошло. Покажите результат. Отклоняется законопроект коллеги. И проект поручения Олега Анатольевича Нилова. Включите микрофон депутату Нилову. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что вы ознакомились. Тут довольно-таки подробный текст, коротко очень. В прошлом году из России судебными органами выдворено свыше 93 тысяч иностранцев. В основном это безвизовые мигранты. В прошлом году направлено 185 тысяч представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам безгражданства въезда в Российскую Федерацию за различные правонарушения и преступления, нарушения миграционного законодательства. Но практикуется очень массово следующий прием. Возвращаются мигранты на свою родину, меняют имя, фамилию или отдельные буквы персональных данных и возвращаются сюда уже под другой фамилией, именем, беспрепятственно и продолжают свою деятельность, зачастую криминальную. И вот один из таких случаев, это как последняя капля, 10 января, вот этот всем известный уже автомажор Мадж... Добавьте 20 секунд. Третий раз лишенный прав, поменял права, вернулся и опять тут гастролировал. Поэтому я обращаюсь через наш профильный комитет, предлагаю обратиться в Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел с запросом о существующем и планируемом взаимодействии государственных структур Российской Федерации и стран СНГ с целью недопущения незаконного проникновения на территорию РФ иностранных граждан, привлеченных к уголовной или административной ответственности. За прошлый год таких случаев было выявлено 26 тысяч. Коллеги, это массовый, действительно, характер имеет. Значит, недостаточное взаимодействие, обмен базами данных. Спасибо, Олег Анатольевич. Коллеги, у меня есть информация, что Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции не возражает против этого протокольного поручения. Василий Иванович Пискарёв, включите микрофон, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Иван Иванович, коллеги, действительно, мы не против поддержать проект протокольного поручения, но, однако, полагаю, необходимо внести корректировку. Я считаю, что необходимо среди ответственных комитетов также указать и Комитет по международным делам, поскольку предлагается этот запрос сделать в МИД России, и Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, в виде которых также уходят вопросы миграции и гражданства. Олег Анатольевич, не возражаете, да, подкорректировать проект поручения? Не возражает. Коллеги, нет других возражающих? Нет. Нет, тогда проект поручения принимается. Всем большое спасибо, заседание объявляю закрытым. Спасибо всем, Слава Богу, Иван Иванович.